...бюджетных кредитов, ну, по пополнению остатков на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Ну, так, излагается в бюджетной конторе. Поэтому мы, соответственно, вносится правительством... ...выносится правительством... А, здесь... Ну, представитель правительства идет просто. Доклады и первые заместитель председателя правительства, министр финансов, Шурчуев, О.С. Абрия, О.С. Пожалуйста. Уважаемый Анатолий Алексеевич, уважаемые депутаты, приглашенные в Ваше внимание, представляется проект закона о подтверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов для погрешения бюджетных кредитов на пополнение остатков в средствах бюджета субъектов Российской Федерации. Ну, кратко, в чем заключается суд. В конце прошлого года, а именно 14 декабря, было подписано соглашение о предоставлении бюджетного кредита в сумме 704 млн 652 тыс. рублей. Условия соглашения данного условия о предоставлении кредита, одним из условий было, это возрасте бюджетного кредита в 1 июля 2021 года. В текущем году данные средства этого бюджета, они были направлены на возрасте кредита предмечества, то есть на пополнение остатков в средствах, поэтому и звучит какое-то название. Все это были получены после подписания соглашения за счет этих кредитов в конце прошлого года осуществлены в обратных кредитах предмечества. Дальше, в текущем году, уже в конце марта, президентам было предложено данные кредиты не возвращать в текущем году, а пролонгировать их возврат. То есть, получается, эти все кредиты, этот бюджетный кредит был включен в программу реструктуризации. Это было звучно президентам и его послания. И уже к действующему соглашению о предоставлении бюджетного кредита, нами было подписано дополнительное соглашение. И по этому дополнительному соглашению был уже установлен новый график возврата данного бюджетного кредита. То есть, это с 21 по 24 по 5 процентов и оставшуюся сумму с 25 по 29 по 29 годы. То есть, возврат этот бюджетный кредит был практически пролонгирован с 21 на 29 год исключительно. И данное правило вообще реструктуризации, они подразумевают, что все эти решения, то есть подписано дополнительное соглашение, оно должно быть отрежено в проекте закона. Законно субъекта Российской Федерации. И сегодня, руководствуясь данными правилами, которые подтверждены по федеральному уровню постановления правительства Российской Федерации, мы предлагаем, представляем проект закона в подтверждении данного дополнительного соглашения. У меня как бы все. Спасибо. Да, да. Вопрос, пожалуйста, по данному, вопросу повестения. Не уточняю. Пожалуйста, согласен. А что, Андреич, а скажите, процент годового обслуживания данного кредита и основное направление средств, которые вы используете, для чего вы используете? Ну, это бюджетный кредит. Все бюджетные кредиты с федерального бюджета, они ранее и в прошлом году были предоставлены по 0,1%. Сейчас, в этот указанный период, то есть в течение 2021-2029 года, мы производим оград на оставшуюся сумму, на сумму остатка производится начисление процентов на целых 0,1%. На что были использованы, я уже сказал, эти 300, ну, и в самом названии, ну, в общем, это бюджетные кредиты, для повышения бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджета Судебников Российской Федерации. То есть в течение 2020 года мы пользовались казначейским кредитом. Так, сроки возраста этого казначейского кредита, ну, я его называю казначейский, а так, если вы знаете, это кредит, это срочный кредит на пополнение остатков бюджета. Проще говоря, на покрытие кассов разрыва, который возникает в течение года. И этот кредит мы должны были вернуть в конце прошлого года. И вот учитывая ту сложившуюся напряженную установку с исполнением бюджета у всех регионов, в конце прошлого года, в начале было предложено вариант, что подряд этого кредита будет осчитан за счет нового бюджетного кредита, но предоставленного из федерального бюджета. То есть 704 миллиона были на предоставленный 15 декабря. Мы получили эти средства, вернули к одни чести в кредит, который брали в течение года на покрытие. Котуха здесь есть. Не, а в абсолютном центре, я все понимаю, что в бюджетном кредите, что сколько в 0,1%? 0,1% да, так, сколько там, 70 тысяч, наверное, 70 тысяч в год. 70 тысяч в год за отцеление? 700 тысяч. 70 тысяч в год за отцеление? Не, 70 тысяч в год. 70 тысяч в год за отцеление? 70 тысяч. Так, еще вопросы? Если нет, желающие выступить? Нет. Валерий Шайлович, комитета вопрос рассматривался. Есть желающие. Пару слов скажут. Ну, я считаю, что предпринимателям запрещено вообще погашение кредита кредитом. Нужно хотя бы один оборот сделать для того, чтобы в дальнейшем эти деньги направить на погашение задолженности по кредитам. А у нас государство имеет такое право пользоваться таким приемчиком, который вообще губит бюджет и губит само правительство и саму республику. Поэтому гасить кредиты кредитами, ну, не самое разумное дело. Конечно, и в случае, если там проценты сильно понижаются, как в случае с бюджетными займами, то это и есть смысл. Но в любом случае, сейчас у вас идет обратный процесс и вот перспектив никаких у вас нет. Все время подчеркиваю, потому что нет реального плана повышения доходов, а все остальное просто было все время в кредитах. И сумма все время увеличивается, она не уменьшается. Вы уже доросли, вы уже с учетом новых займов, которые вы планируете, за 9 миллиардов выйдете через месяц. А перспектива какая, Мачер Санджиевич? Давайте что, дорастем до 20 миллиардов или до 30, когда это прекратится? Это промежуточное решение, понятно. Оно промежуточное уже на протяжении нескольких десятилетий. То есть, ну а при вашем правлении, при правлении Хасикова, это снежным комом нарастает. То есть, мы же помним, когда при Орлове там до 4 выросли, а сегодня уже за 9 зашкаливает за должность. Завтра будет 15-20. И ни слова вы не говорите, что, как вы собираетесь вообще остановить этот процесс. И придать ему обратный ход. Ну сейчас он не 9, он уже сами сказать, когда мы бюджет рассматривали 7700. 7700, ну вы же уже предусмотрели новые кредиты. Нет, ну новый кредит, сейчас у нас как получается, мы берем новый, по старым, по срокам возвращаем старый. И задача наша сейчас, как я говорил в предыдущем докладе, остановить. То есть, на уровне 7,5 миллиардов держать этот долг. А в части того, что, ну здесь я с вами согласен, что нужно работать с налоговой базой. Но я об этом, мы с вами обсуждали, на публичном случае, здесь нужно работать и в части изменения законодательства. То есть, получается, принимаются решения те же самые, там, вот, налоговая имущество, организация, движимое имущество, да. Сейчас оно не облагается. Но налоговая инспекция, она погрязла в спорах. И мы сейчас друг другу доказываем налоговое, и тот же плательщик, и мы тут доказываем, это движимое или недвижимое. Но потери где-то там есть. На федеральном уровне было это решение принято, освободить. Не платят, да, платить. Для нас это выпадает, но никто не компенсировал. Это первое. Второе, вот налоговая прибыльная организация, 1% забрали, за счет него там дополнительно дали дотацию. Тоже решения нет. То есть, есть, принимается решение на федеральном уровне, в части налогового, но компенсации нет. Но при этом расходная база, расходная часть растет. Но вы понимаете, налоговый, те же, мы тоже это обсуждаем. В 19-м году начали реализацию нацпроектов, сейчас 21-м, построили это за эти здания. Штатная единица, численность выросла, тех же детских садов выросла, содержание выросло. Соответственно, расходная часть растет. Но у нас есть, я думаю, могу с вами даже поговорить, конкретно есть решение, вот более, ну как-то, чтобы это выравнивать. Но это нужно решение, чтобы они были приняты на федеральном уровне. Ну, давайте обращение, если надо. Вот в ваших глазах хорошо. Ачерстан Зоевич, расходы всегда растут. И в семье они растут, и в любой ячейке общества. Поэтому жаловаться на то, что расходы растут, это означает отказ вообще жить и развиваться. И это первое. Второе. Что касается цифр, вы говорите, фиксируемся. Вы 2,5 года назад пытались фиксироваться на 5 миллиардов. В дальнейшем, через год, вы хотели зафиксироваться на 6 миллиардов долго. Сегодня у вас 7,800, и вы планируете на этой цифре застыть. А динамика показывает, что не получается у вас. Наконец, надо признать это и сказать, вот у нас ничего не получается. Мы собираемся уйти все в отставку. Такое правительство, которое тонет в долгах, нам не нужно. Ачерстан Зоевич, это не политизирует вопрос. Причем тут политизация? Это цифры, факты. Я же не придумываю, 7 миллиардов 800, сегодня госдолг. Это сам Ачерстан Зоевич докладывает. Причем тут политизация? Это простая арифметика. Ну а если не способно правительство вырулить ситуацию, стабилизировать ее или улучшить, оно должно уйти в отставку. Так делается во всем цивилизованном мире. Что тут? Какая тут политизация? Цифры правильно. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, еще желающие пожелания есть? Если нет, решение комитета. Комитет народного права парламента Республики Комуки по бюджетам коммерческой политики и предпринимательской собственности на рассмотре поессии на обновленные решили Комуковой отношения к соглашению на предоставление бюджета Республики Комуки и федерального бюджета бюджетного кредита для обращения бюджетного кредита на выполнение остатков средства на счет, Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Давайте мы, если не возникло противоречий, давайте проголосуем карточками. Первый ставит вопрос. Кто за? 23. Кто против? Один. Спасибо. Спасибо. Мы, решение принято, мы продолжаем. Вопрос номер 4. Рассматривается проект Закона Республики о внесении в закон Республики о бюджетном процессе. Вносится правительству. Поручим доложить первому заместительу Сарькова и Министерства финансового. Уважаемые депутаты, ваше внимание представляется проект Закона Республики о внесении в закон Республики Калмыкия в бюджетном процессе Республики Калмыкия. Проект Закона разработан в целях приведения отдельных положений закона в соответствии с изменениями, которые были внесены в бюджетные ходы в Российской Федерации в целях его революционного совершенства. 1. Согласно положениям федерального закона 1 июля 2021 года за номер 2, 51. Республики о внесении в изменениях бюджетных кодекса и в течении главных администраторов дохода бюджета территориального фонда обязательного милистинского страхования бюджета субъекта Российской Федерации, Перечень главных администраций и источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования утверждается высшим исполнительным органом государственного власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными правительством Российской Федерации. Таким образом, утверждение данных перечней сейчас утверждается незаконным, а утверждается постановление правительства. Соответственно, предлагается изменение законных бюджетного процесса и дополнить полномочия правительства Российской Федерации по утверждению данных перечней. Второе изменение согласно соответствию всем бюджетного кодекса законам республики, законам республики Калмыкия, объединение судей по Российской Федерации устанавливается в верхние пределы государственного внутреннего долга. Согласно тем изменения, которые несены на федеральном уровне, такое понятие как предельный объем государственного долга исключен. Соответственно, предлагается внести изменение статьи 30, которая исключает такое понятие и сейчас с нами только законом о бюджете утверждается в верхние пределы государственного внутреннего долга Российской Федерации. Третье изменение. В статье 138 бюджетного кодекса предусмотрено, что законом судей по Российской Федерации о бюджете утверждается или определяется объем дотации. Соответственно, такое понятие как фонд финансовой поддержки исключается в соответствии с теми изменениями, которые несены в бюджетный кодекс и, соответственно, сейчас предлагается внести изменения в статье 131 закон о бюджетном процессе. Четвертое. В соответствии с главой 24.3 бюджетного кодекса уточнены понятия в части исполнения бюджета, дополненные в положении системы подмечеевского обслуживания, о ее участниках, подмечеевских счетах, основах подмечеевского обслуживания, о счетах о бюджетных бюджетных учреждениях, о денежных средствах юридических лиц, которые не являются участниками бюджетного процесса. В соответствии с этими изменениями, которые несены в бюджетном кодексе, предлагается нести изменения в статье 136 и 148 закон о бюджетном процессе. И пятое. В цельху исключения норм, дублирующих положение бюджетного кодекса, предлагается нести изменения в пункт 6 статью 217 бюджетного кодекса. Предлагается соответствовать изменения, которые несены в статье 217 бюджетного кодекса, предлагается нести изменения в статье 39 и 49 закон о бюджетном процессе. Эти статьи, они касаются норм по завершению исполнения бюджета в конце текущего, ну, конце финансового года. Если вкратце, то это все. Просто. Мы не точним. Вопросы, уважаемые коллеги, по проекту закона о бюджетном процессе, о внесении закона о бюджетном процессе? Нет, вы желающие выступить? Ну, нет, на комитете действительно интересующие вопросы как-то были рассмотрены, мы участвовали, заместители, поэтому, пожалуйста, писать комитет, да, Варьер Снащенко. Комитет Народного Курала Парламент Республики Калмыки и проект Закона Республики Калмыки о внесении изменений закона о бюджетном процессе? Решение комитета озвучено. Не возникло вопросов? Нет. Если нет, голосуем. Первое за. Кто за принятие? Кто против? Кто против? Один. Решение принесло. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу и слушается вопрос номер 5. О нормативах отчислений от денег налогов и сборов в бюджетах муниципальных образований республики. Уносится правительство. Пожалуйста, честная женщина. Уважаемые депутаты приглашенного. Ваши внимания представляют проект закон о нормативах отчислений от денег налогов и сборов в бюджетах муниципальных образований. Суть изменений заключается в том, что первое. Предлагается передать дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц. Предлагается этот норматив передать в размере 5%. Передать из бюджета субъекта, то есть из бюджета, из бюджета муниципальных образований. То есть это бюджетом сельских муниципальных образований, бюджетом городского опыта, то есть города Месты. Для чего? Для того, чтобы компенсировать те выпадающие доходы, которые у них возникают в следующем году, в связи с тем, что изменилось когда правовая стоимость и, соответственно, уменьшилась сумма земельного налога. Примерно мы посчитали объем выпадающих это порядка 100 миллионов рублей, для того, чтобы это сингенсировать, предлагается передать на доходы физических лиц в размере 5% денежного выражения. Это порядка 5-4 миллионов рублей. Но скажу сразу, что эта сумма, она распределяет неравномерно. Какие-то муниципальные образования они выигрывают от этой компенсации. То есть если это прорези какие-то, они не добирают, то есть у них все равно спонятые выпадающие. Для того, чтобы им выровнять те ситуации, мы предлагаем еще дотацию на обеспечение спалантильности в сумме 25 миллионов рублей. То есть из тех организаций, которые были озвучены мной в своем первом докладе. То есть здесь вот для того, чтобы выровнять ситуацию в связи с тем, что выпадает доходы в связи с уменьшением суммы земельного налога. И второй момент. Это предлагается половину суммы транспортного налога, а именно 50% передать бюджет муниципальных образований. Это бюджеты районов муниципальных образований, бюджет города Ижихты и республиканских бюджетов. Для чего? Для того, чтобы увеличить объемы муниципальных дорожных фондов. С украинством и все. Спасибо. Вопросы? У меня вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Район Ачурс Андрей, все-таки в разрыве 13 районов муниципальных образований в городе Ижихта. 50% транспортного налога за счет этого. Какие районы выигрывают? Можете, уже расчет проводили, обозначить районы муниципальных образований. Соответственно, и по отчислению единого норматива, отчислению городским населением. Кто на районном завете, районном муниципальном образовании, кто получит дополнительные средства? Ну, в части транспортного налога половина, ну, как я уже сказал, 50%. 50%, то есть это дополнительная общая сумма поступлений в бюджеты районов и города Ижихта – это 93 миллиона рублей. И примерно где-то 50 миллионов из этой суммы – это будет поступление в бюджет Ижихта. Остальные, там, оставшиеся срок, они будут распределяться между районами. Тут, получается, все районы муниципальных образований, все будут получать дополнительную сумму транспортного налога, соответственно, увеличить, имеет прогноз увеличить сумму муниципального дорожного фонда. А в части НДФЛ тут тоже все, но здесь не районы муниципального образования, а сельские муниципальные образования. То есть сельским муниципальным образованием имеются основные источники – это налог на имущество и налог на землю, да? И здесь, получается, налог на землю будет уменьшение. Для того, чтобы выровнять ситуацию к бюджетам, мы передаем им налог на доходы физических лиц. Ну, условно, сейчас у них там 5% они собирают, НДФЛ, не поступая. Здесь еще плюс 5%, то есть 10%. И здесь тоже будут получать эти дополнительные суммы налога на доходы физических лиц, все лица, все лица, все сельские муниципальные образования, ну и города Листа. И я думаю, что то, что именно по доходному налогу, это даже ситуация, она немного улучшит наше сельское муниципальное образование в части того, что доходы будут поступать более-менее равномерно в течение года. Ну, зарплату выплатили, НДФЛ поступил, а налог на землю, налог на имущество, там, по срокам, мы же сами знаем, все это четвертый квартал, то есть в конце года. Здесь часть вот именно повышения сбалансированности, именно вот части там возможностей поправки и кассового разрыва не представляется больше. Ну и самое, наверное, главное для нас, мы же с вами работа строим, чтобы давать инструменты, чтобы они работали над своей базой налоговой. То есть дали дополнительный инструмент, дали дополнительный норматив по НДФЛ, когда есть возможность и наращивать свои базы налогов по НДФЛ, соответственно, и поступление налогов будет больше. То же самое по транспортному налогу. Спасибо. Я поняла, я же поэтому спрашиваю, 13 районов муниципальных образований, 50% от транспортного налога, вот условно говоря, целый район получит в абсолютных цифрах какую-то сумму, а дальше другие районы, то есть, назовите, вы же предварительную работу проводили, вот интересно просто, какие квалитеты, как бы районы муниципального образования получат от транспортного налога. Дефицит, значит, за последние 10 лет очень много извинений, вот, перераспределение налогов по уровням, да, произошло. Главы районов или главы районных собраний депутатов к вам обращались вообще в случае, если они недовольны были распределением, перераспределением, или довольны, наоборот? Вообще какие-то обращения были, реакции? Обращение, обращение есть, и на участие, вот, то, что мы сейчас предлагаем, это же мы совместно, то есть, они приехали и поднимали вопрос, вот, будут выпадать в 2021, давай в течение 2021 поднимаем. Вот, в частности, даже братья Киченеровского, я предлагал, там, если кто-нибудь перераспределить, часть какие-то поднимали вопрос аренды, но это, в частности, у кого-то есть, у кого-то аренда там побольше. Поэтому, вот, мы в течение года, в течение первого полугодия, дважды несколько раз собираемся, поэтому мы произвели расчеты, и с ними все это обсудили, и предложили такой вариант, ну, согласились, коллеги. Очень, очень хорошо. А теперь следующий вопрос, короткий. А вы вообще, вот, на коллегиях Минфина России выступали с такими предложениями? Вот, вы перед этим пожаловались, что, вот, Россия приняла, что мы тут сделаем, а вы вообще возмущались? Ваши коллеги, вы, может быть, коллективное какое-то обращение было к правительству или к Минфину Российской Федерации? Ну, в ходе, в ходе, конечно, наших рабочих встреч, мы и продимали этот вопрос, в частности, тоже, допустим, налога на имущество движимого. Здесь, как бы, первое, ну, было, один год была компенсация, но она была не в тех объемах, да, и мы, как бы, на федеральном уровне эту тему забыли. Сейчас, так же, если его брать, именно наш субъект, у нас, как бы, есть конкретное предложение, вот, в частности, мы с вами это обсуждаем, но, в частности, наше, крупнее, что нам вопросов есть. То есть, это инициатива исходила от них. Предварительно, наверное, ничего не это обсуждаем, но, естественно, коллеги не поддерживают, даже не сказать, что, там, предлагают сформацию системы, которая есть. Поэтому, я думаю, что здесь нужно дальше идти, толкаться, снизить такой сфер, и, возможно, даже с помощью вашего корпуса депутатского корпуса. Вот, я не зря, правильно вы говорите, не зря вопрос задал, нужно привлекать депутатский корпус к решению таких вопросов, потому что, бытует мнение, и оно везде публикуется, что Россия забрала бульвинную долю часть налогов, да, для того, чтобы, кстати, вот, облегчить себе управление территориями, да, если это несправедливо, почему не выступать с обращениями, с инициативой о пересмотре распределения налогов. Потому что регионы не развиваются, на самом деле. Ну, потому что есть точное предложение в части налоговое, ну, налоговое, второе, это точное предложение в части лекарственного обеспечения, в частности, именно лекарственного обеспечения арфанов заболеваний. Просто здесь работу в этом направлении на двигатель, на федеральном уровне, помните, забрали там. Мы, кстати, обращались по определенный перечень заболеваний, по нему они выделяют деньги через фонд. Помните, фонд этот формируется за счет 15% НДФ, вот эти 2%, там 60 миллиардов. А если, допустим, получается, субъектовые, ну, новые люди, вот у нас в этом году двое детей, и, соответственно, у этого заболеваний нету перечень, соответственно, это нагрузка на бюджет субъекта. Поэтому здесь, наверное, тоже нужно как бы двигаться вместе в это направление, чтобы этот перечень расширен, либо вообще все арфанные заболевания забрали на федеральный уровень. Я думаю, что это даже приведет к тому, что это будет централизация, и это будет более упорядоченная система, и даже, может быть, части стоимости. Получается, сейчас каждый регион покупает по-своему, по каждому. Ну, в этой части мы вышли. Ну, а где ваши предложения? По этой части, кстати, мы выходили с обращения в наш парламент. Значит, и там вопрос движется. По другим мы ждем предложения от вас. Если они разумные, приемлемые, мы с ними будем работать. Еще вопросы? Потому что, Антон Васильевич, вы же видите, там замечания в прокуратуре, да, там четко указано, что планируется, в бюджете планировалось там 389 миллионов на лекарственное обеспечение, реально там 200, сколько это, 70. А фактическая нужда – миллиард с лишним. И мы просто глаза закрываем на то, что, как бы, все нормально. На самом деле, такой дефицит, там, 600-700 миллионов по лекарственному обеспечению – это же катастрофа. Спасибо за вопрос. Если больше нет вопросов, желающих пожелания высказать, пожалуйста, представитель комитета. Уважаемые коллеги, если нет реплик, у меня реплик есть, вполне прилично мы здесь поступаем. Дай Бог, чтобы мы двигались также и по другим направлениям, по другим точкам финансовым. Поэтому давайте проголосуем. Кто за? Я принимаю карточку. Дальше. Дальше. Дальше идем. Проект закона о внесении изменений в законе республики о транспортном налоге. В первом чтении. Вносится правительством. Первый заместитель представит правительство. О чем, Александр Ильич? Пожалуйста, вам слово. Уважаемый Антон Ильич, уважаемый депутат, я приглашу на ваше внимание. Представляет проект закона о внесении изменений в законе республики о транспортном налоге. Он данным проектом закона предлагает, первое, снизить на 30% налоговую ставку по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателей до 100% лошадинных сил. И второе, это по отдельным категориям граждан, в частности по инвалидам, предлагается увеличить показатели мощности транспортного налога с 50% до 100% лошадинных сил, в отношении которых предоставляется налоговая льгота. На риск вкратце у меня все. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. На заседании комитета много было противоречивых высказываний на данный счет. Ну вот, предели решение комитете в первом чтении вынести на рассмотрение для последующей доработки проекта. Ну вот, в первом чтении, пожалуйста, вопросы. У меня вопрос. Так, пожалуйста, пожалуйста, Ваш Анна. Уважаемый отчет Александрович, мы буквально все единогласно поддержали предыдущий проект закона о нормативах отчислений в бюджете муниципальных образований. И то при условии, а, честно говоря, Вы об этом не сказали, что эта мера носит временный характер. И практически 15% в НДФУ муниципальное образование, 50% транспортного налога муниципальное образование будет происходить и будет носить временный характер. У меня, в связи с этим вопросом, в части освобождения данной категории в концепции этого проекта закона, чем вызвана, скажем так, данная мера поддержки, почему, задаю вопрос, Вы же понимаете, это выпадающий доход. Если в предыдущем проекте закона республиканский бюджет потеряет 227 миллионов рублей, то в связи с вводимой мерой и поддержкой, которая будет оказана в том числе населению республики по транспортному налогу, это 35 миллионов рублей ежегодно. А, Честанжи, у меня вопрос. Транспортный налог, Вы всегда за него сами бились до процентной республиканства. За счет тех средств, которые поступают в бюджет республики Калмыкия, те же 227 миллионов рублей, это возможность все-таки адресно помочь, в том числе и гражданам нашей республики, особо нуждающимся с учетом принципа адресности, о которых говорил президент страны. Вот мне не совсем понятно, это мера поддержки, чем вызвана. Спасибо. Пожалуйста. Ну, частые выпадающие доходы, то, что вы озвучили, там, 200 миллионов, они для республиканства не выпадающие, но для бюджета муниципальных, это дополнительные доходы. Поэтому, если рассматривать тем, консулированный бюджет, это... Нет, по транспортному налогу, но здесь для чего? Для того, чтобы поддержать наших граждан, снизить для них налоговую нагрузку. Но это первое, второе. Я думаю, мы же тоже неоднократно здесь, в этом помещении, в этом здании, в этом зале, озвучивая, ну, были предложения, в частности, того, чтобы снизить нагрузку по транспортному налогу, поэтому мы и пошли в этом направлении. Но, как и все, я думаю, что есть ряд предложений, поэтому можно доработать его. Но можно, наверное, его доработать, чтобы эти выпадачи были не... А это не больше адресности. Я прошу, Ачес Андреевич, в том, что вы вносите данную меру поддержки. То есть, по муниципальному образованию вы даете трехлетнюю меру поддержки, временную, да, за счет которой вы хотите пополнить бюджеты муниципалитетов, как, может быть, и отдаете стопроцентным муниципалитетам транспортный налог, если вы стали жить хорошо, Ачес Андреевич. Либо, Ачес Андреевич, с учетом тех обращений, которые идут к нам в адрес депутатов, все-таки точечно помочь социально незащищенным гражданам в республике. От этого эффект будет намного больше. Я про это. Спасибо. Долгаю, пожалуйста. Долгаю, пожалуйста. Ачес Андреевич. Добрый день, коллеги. Касаемо транспортного налога, уже год обсуждали, вносил предложение, обсуждали, касаемо такой категории граждан, как ветеранов боевых действий. Я понимаю, что придет время, когда сразу этот налог будет обменял, и на сегодняшний момент, скорее всего, в нашем ведении, я обращаюсь ко всем депутатам, коллегам, Юрию Викторовичу, вам просьбой о том, чтобы во втором ощущении, касаемо конкретной категории ветеранов боевых действий, рассматривать тот вариант по полной отмене. Либо там 50 на 50 делать транспортного налога. Знаете, уже пойдут многодетные, вот по инвалидным сегодня мы будем принимать, да, выстрелство лошадей. Что, из-за него говорят, что вы помогли конкретно, как в Асанске, адресно, по категориям, мы тоже сторонники адресности. Уважаемые коллеги, если больше нет пожеланий, есть, пожалуйста, наша налоговая, хочется сказать. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Васильевич, уважаемые депутаты, как и вчера, я хотел бы повторить на комитете, что, по-моему, сегодня поддержать Анастасову Александровну, потому что сегодня мы еще не готовы, я считаю, что для бюджета имеется в течение 36 миллионов. Во-первых, в данном случае нет финансово-экономического обоснования, чем мы будем компенсировать эти 36 миллионов. А то, что адресно, именно где инвалидам, которые используют автомобиль за 100 лошадиных сил, то, конечно, в этой части можно встать. Но 36 миллионов, даже в первом чтении, его необходимо обосновать, это нарушение, как бы, нестание проекта закона. Хорошо, спасибо. Ну, уважаемые коллеги, действительно, вчера был такой спор, какое-то решение нужно было доходить, то есть отнести сразу все. Ну, те же инвалиды, другие точечные, те же участники боевых действий, другие категории, там, всту или вчера. Ну, давайте, вот, почему было принято решение, разумное решение, и с участием прокуратуры, что, вот, скорее всего, надо дорабатывать серьезно его, поэтому, вот, и вышли на первое чтение. Ну, вот такая реальная ситуация. Вот, с этим надо принимать решение. Да, пожалуйста. Я считаю, что вчера в ночь на кандидате я выступал, и мое предложение было и очень сырое, логики, в общем-то, никакой нет, значит, с учетом того, где бюджет у нас в этом году довольно-таки значительный, с него ничего не снять. Во-первых, я считаю, что разработчик, с учетом вопроса подошли, скажем так, не очень-то ответственны. Потому что на сегодняшний день, даже в первом чтении, подчеркивать, даже в первом чтении, его принимать нельзя. Поэтому предложение к фракции, значит, я рядом с депутатами, значит, вообще, вопросом между вопросом необходимо снять и принести его на следующую сессию. Спасибо вам. Спасибо, предложение услышано. Уважаемые коллеги, решение комитета состоялось. Пожалуйста, прошу озвучить решение комитета. Вершение комитета осущного прошло определиться с голосованием. Первое за. Против. Возвращался. Один. Решение принято. Спасибо. Будем работать. Там действительно вопрос. Бросать его нельзя. Есть действительно и посылы в категории граждан, и обращение к депутатам, я согласен. Но надо так, чтобы это было полезно, а не больно. Мы продолжаем нашу работу. Спасибо. Следующий вопрос у нас в повестке дня. Проект Закона Республики. Внесение Закона Республики о приватизации государственного имущества Республики. Вносится правительством. Дом поручено Эргине Николаевичу Сиринову доложить министру подземельных имущественных отношений. Эргине Николаевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Павел Сыринович, уважаемые депутаты и участники заседания. На рассмотрение представлен проект Закона Республики Калмыкия о внесении извинений в Закон Республики Калмыкия о приватизации государственного имущества. Данный законопроект разработан в связи с рассмотрением протеста прокуратуры Республики Калмыкия, а также в целях приведения норм указанного закона в соответствии с нормами федерального закона 21 декабря 2001 года номер 178 ПЗ о приватизации государственного и муниципального имущества. Указанным проектом предлагается закрепить положение о том, что порядок разработки и содержание прогнозного плана программы приватизации республиканского имущества становится правительством РФ, как установлена действующая редакция федерального закона. Во-вторых, установить, что прогнозный план приватизации республиканского имущества утверждается правительством Республики Калмыкия не позднее 10 рабочих дней до начала очередного финансового года. В-третьих, в связи с тем, что об установлении правительства Республики Калмыкия, номер 860, 27 августа 2012 года, об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, установлены все необходимые правила и нормы проведения продажи государственного имущества без объявления цены в электронной форме, в подведении итогов продажи такого имущества и заключением с покупателем договора для продажи по итогам продажи государственного имущества без объявления цены предлагают статью 5 Закона Республики Калмыкия и вложить представленную проектом редакции. Представленная проектом статья 6 Закона Республики Калмыкия более развернута устанавливает порядок оплаты республиканского имущества, в том числе в случае предоставления расстрочки и проведения продажи имущества без объявления цены. Далее, также предсказанным проектом статья 7 Закона Республики Калмыкия приведена в соответствии со статьями 35 и 20 Федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества. 8. Изменение редакции пункта 4 статьи 10 закона Республики Калмыки вызвано тем, что действующая редакция данной статьи и ст. 10 Федерального закона 178 Ф.З. о приватизации государственной имущества устанавливается, что информация о результате приватизации имущества субъектов РФ за прошедшие планеты представляется ежегодно не позднее 1 марта в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения прогнозов планов приватизации. При этом представление указанной информации в целесообразном возложении непосредственно на уполномоченных орган в сфере управления и распоряжения для субъектанского имущества. Проект законов и субъекта о внесении изменений в законов и субъекта о приватизации государственного имущества не содержит коррупционных факторов, а его принятие не потребует финансовых расходов из субъектанского бюджета. Спасибо, Аргений Николаевич, вам. Вопросы к Сергею Николаевичу, к докладчику, министру. Пожалуйста. На комитете тоже очень детально посмотрели на эти вопросы, наши партнеры посмотрели. Если нет, желающие в избытке есть? Нет? Пожалуйста, Валерий Павлович. Решение комитета озвучено. Прошу, как готовиться к голосованию. Голосуем за карточками. 24. 24. Единогласно. Спасибо, Николаевич, за качественную подготовку документа. Нам всем удачи. Мы продолжаем нашу работу. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 2 закона республики о налоге на имущество организации. Мышца правительством республики. Докладывает исполняющий обязанности министра ЖПХ, энергетики Виктория Егоровна. Нам готова, пожалуйста, Виктория Егоровна, вам слово. Добрый день, Николаевич. Добрый день, уважаемые депутаты. На ваше рассмотрение выносится проект закона республики Калмыкия о внесении изменений в статью 2 закона республики Калмыкия о налоге на имущество организации. Проектом закона предлагается в пункте 13 ст. 2 закона сохранить льготу организации в отношении газопроводов, в том числе входящих в их состав наземных объектов, необходимых для эксплуатации таких газопроводов, находящихся на территории Республики Калмыкия, принятых в бухгалтерском учетом в качестве объектов основных средств общей первоначальной стоимостью не менее 200 млн. рублей, и не считываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Сохранение действия Республики направлено на поддержание финансовой устойчивости Акционерного общества Энергофеды, единственного поставщика тепловой энергии в городе Листан. В соответствии с распоряжением правительства и согласно плану мероприятий по погашению задолженности за потребленный газ, Республика Калмыкия в качестве оплаты основного капитала внесло энергосервису республиканского имущества в количестве 9 газопроводов на сумму 429 млн. рублей, которые в дальнейшем энергосервис планируют передать кредитору по госпромной же региону газ, Республика Калмыкия в качестве оплаты задолженности за потребленный газ. Право собственности на указанное имущество газопроводов энергосервисом было оформлено еще в 2014-2015 годах на общую сумму 429 млн. рублей. В связи с этим у предприятия возникла обязанность по уплате налогового имущества, исходя из налоговой ставки, 2-2%. Обязательства по уплате данного налога для предприятия являются существенными, не компенсационными расходами, поскольку указанное имущество никак не участвует в осуществлении условной деятельности и не связано с такой деятельностью. А его нахождение на балансе общества является временным в целях его дальнейшей передачи обществу в погашение долга за газ. Ранее законом данная льгота предусматривалась с 1 января 2015 года до 31 декабря 2016 года и впоследствии два раза прогревалась до 31 декабря 2018 года и до 31 декабря 2020 года. В связи с окончанием срока действий налоговой льготы с 1 января 2021 года, а также в связи с тем, что «Газпром» и «Газпром» и «Газпром» на Дону до сих пор не выразил окончательного согласия на принятие данного имущества, энергосерис понесет существенные расходы по уплате налогами имущества в отношении вышеуказанных дозапроводов. Эта сумма составит до 2021, 2022 и 2023 год порядка 13 миллионов. В связи с указанными обстоятельствами настоящим законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2023 года все в действии налоговой льготы. Законопроект в установленном порядке согласован с прокуратурой республики Калутия и Индусом. Доклад вкладчик. Спасибо, Виктория Егоровна. Уважаемые коллеги, Виктория Егоровна, вопрос. Нет, желающие выступить. А, выступить? Да. Уважаемые коллеги, мы находимся в такой декабряной ситуации, когда, конечно, были благие намерения, чтобы 9 дозапроводов передать поставщику указу. К сожалению, такой был, когда, помните, мы хотели бы зафиксировать всю республику и пришли, значит, эти новые газопроводы. Это новые, значит, в последнем 15-м, 10-м, 15-м годы эти газопроводы строительства. Ну и просто получилось так, правительство было вынуждено эти газопроводы, значит, заставили НГС принять вернобаланс. С учетом, значит, в дальнейшем передать вернобаланс газореспределения, значит, по-моему, ростов, сколько у всех, по-моему, или с того, больше, сейчас не помню. К сожалению, просто это навесили на их вернобаланс, значит, и они сегодня вынуждены займусь отходить эти налоги. Поэтому, я думаю, что необходимо это поддержать, первое. Второе. Есть предложение такое. Все-таки там идут сейчас переговоры. В этих переговорах они требуют, естественно, конечно, деля на себя эти газопроводы, значит, организации требуют, значит, джигодные преференции. В следующий раз, с учетом того, что с министом когда переговорили, они нам платят, значит, где-то 40 миллионов. То есть, конечно, пойти на такую сумму мы, в принципе, не можем, но я думаю, что из этой ситуации необходимо выходить, значит, но у меня, по крайней мере, есть такое предложение. Если преференции будут только на ту часть, которую мы передадим, вот, 9 газопроводных стоимость, там, 429, да, Милин Иванович? На дальнейшем рассмотреть, я думаю, кабинет министра у нас ждет, представитель правительства тоже рассмотреть, да, и мы готовы, как сказать, пойти на встречу в этой ситуации, но не на всей, значит, газопроводы, которые сегодня существуют на уникальном балансе. Спасибо вам. Еще желающие выступить? Пожелания? Нет. Если нет, разрешение комитета, Владимир Старч, пожалуйста. Пожелания? Проглас. 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 За, пожалуйста. Карточка. Зачем? Единогласно. Спасибо. Виктория Ильбурна, спасибо, уважаемые депутаты. А мы продолжаем. Назвоку следующий вопрос под номером 9. Он именуется «Овнести измененный закон республики по защите населения и территории Калмытии от чрезвычайных ситуаций природного и техновидного характера. Вновь со правительством поручено продолжить исполнение администрации РФ и энергетики Виктория Егоровна, пожалуйста. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представлен проект Закона Республики Калмыкия о внесении изменений Закона Республики Калмыкия о защите населения и территории Республики Калмыкия о чрезвычайных ситуациях природного и технодельного характера. В МЧС России проведен анализ нормативных актов субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территории о чрезвычайных ситуациях на соответствие действующему федеральному законодательству. В ходе проверки были выявлены некоторые недостатки в Законе Республики Калмыкия. Представленный законопроект направлен на их устранение. Так, предлагается привести в соответствие с федеральным законом название статьи «Два закона». Ну и в редакции она будет выявить территориальная подсистема, единые государственные системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в действующей редакции не определены полномочия органов государственной власти Республики Калмыкия. Представленным законопроектом вводится новая статья 2.1 в полномочия органов государственной власти Республики Калмыкия и органов местного самоправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в которой определён полный исчерпывающий перечень полномочий народного хурала парламента Республики Калмыкия, главы Республики Калмыкия, правительства Республики Калмыкия и органов местного самоправления. Все эти полномочия вносятся в соответствии со статьей 11 федерального закона о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технобильного характера. Принятие данного законопроекта не приведет к финансированию из республиканского бюджета. Законопроект в установленном порядке согласован с заинтересованными ведомствами прокуратуры республики и министра. Доклад окончен. Спасибо. Уважаемые коллеги, Виктория Егоровна, есть вопросы? Нет вопросов. Если нет, то мы должны, кто-то комитет послутит. Валерий Николаевич, заслуга вовремя заседания. Валерий Николаевич. Я вас пригласившую, уважаемые коллеги, в предложении комитета наружного правоополянского бюджета, при том, что октальными вопросами будет использованием, рассмотреть проект законных служб, отнесение с незаконных служб и коронка о защите населения, население и территории служб и коронка. Валерий Николаевич. Это вопрос был отсутствуем. На самом деле, вопросов не было. Все замещения были исправлены правом полном отделе Дорогого Хурала. и комитет решила рекомендацию народного права парламента республики принять данный проект в случае следующих размещений. Вся степь первопродуктивного статьи 2.1, пункт 4 заключить. Вся степь первопродуктивного статьи 2.1, пункт 5 изложить в следующем редакции. С учетом осуществления на территории республики или угрозы ее возникновения использования правил в поведении, установленном в соответствии с пунктом А.2, статьи 10 Федерального закона о защите населения и территориальной ситуации природных цифровей может анализовать дополнительные обязательные для выполнения гражданными организациями правил поведения при поведении режима повышенной готовности или в соответствии с пунктом А.1, статьи 10 Федерального закона о защите населения территории активистичной ситуации природно-технологийного характера. Вся степь третья, статья 2.1, пункт 16 заключить. Вся степь четвертая, статья 2.1, пункт 16 заключить. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Возит ли вопросы? Нет. Тогда голосуем. Кто за решение? Постановление вас на руках с учетом и не я. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо за качество, подготовку, материал, творческие, хорошие работы. Уважаемые коллеги, тут есть такая просьба. У нас сейчас проведенный час, но он по времени где-то минут 30 будет занимать, минимум. Поэтому министр соцзащиты просит у меня два небольших вопроса. ее запустить, потому что у нее после часа там какие-то мероприятия тоже в плановом порядке. Не будем возражать, если ее два вопроса пропустим до правительственного часа. Нет. Давайте, Марина Петровна, пожалуйста. Слушается вопрос номер 11, 9, 10, и мы пока временно пропускаем. О внесении в закон Республики по порядке установления влечения прожиточного минимума на духе населения и по основным законам на духе населения в Республике Калмыкия. То есть, о правительстве Марине Петровне, по ручке, надо доложить. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Наталья Васильевич, уважаемые депутаты, приглашенные в правительственном Республике Калмыкия на ваше рассмотрение обнесен проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон о порядке установления величины прожиточного минимума на души населения по основным социально-демографическим группам населения в Республике Калмыкия. Проект закона подготовлен в соответствии с положениями, которые внесли изменения в закон Российской Федерации с 97-го года номер 134 ФЗ о прожиточном минимуме в Российской Федерации. Изменения были приняты 29 декабря 2020 года, а также в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 20 июня 2021 года в 2022 об утверждении правил установления величины прожиточного минимума на души населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной бой. В соответствии с этими правилами рекомендовано исполнительным органам государственной власти Российской Федерации привести в соответствии с данным постановлением нормативно-бравовые акции субъектов Российской Федерации, регулирующие установление величины прожиточного минимума населения. В соответствии с изменениями, принятым в федеральный закон о прожиточном минимуме в Российской Федерации. Величина прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года субъектом Российской Федерации с учетом коэффициента региональной дифференциации в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. Также внесением изменений в закон определено, что на 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения, опасная социально-демократическим группам населения устанавливается не ниже значения за второй квартал 2020 года. На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума опасным социально-демократическим группам населения устанавливается субъектом в порядке, определяемом правительством, одновременно с установлением на душу населения в субъекте Российской Федерации. Также в течение 2021-2025 годов действует переходный период поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения до величины прожиточного минимума, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации. Таким образом, с учетом изменений на федеральном уровне, предлагается статью 1 изложить на следующей редакции расчет величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демократическим группам населения в республике осуществляется уполномоченным орденом исполнительной власти в области труда, определенным правительством республики Калмыкия, то есть непосредственно расчет величины прожиточного минимума населения осуществляет Министерство социального развития труда и занятости республики Калмыкия. Статью 2 изложить в следующей редакции. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демократическим группам населения в Республике Калмыкия на очередной год устанавливается до 15 сентября правительством Республики Калмыкия с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. И в статье 3 слово ежеквартально заменить словом ежегодно. Как я уже отметила, эти изменения касаются порядка установления величины прожиточного минимума и урегулированные в рамках исполнения внесения изменений на федеральном уровне в порядок и правила, устанавливающие расчет величины прожиточного минимума. Отмечу, что правительством Республики Калмыкия в текущем году распоряжением от 23 августа 2021 года номер 267 утвержден план поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения до величины прожиточного минимума на душу населения Республики Калмыкия рассчитаны с учетом коэффициента региональной дифференциации. Федеральным постановлением для Республики Калмыкия коэффициент региональной дифференциации установлен в размере 0,98. Соответственно, согласно принятому плану, коэффициенты от 2022 до 2025 года будут складываться следующим образом. В 2022 году 0,93, в 2023 году 0,95, в 2024 году 0,96 и в 2025 году это 0,98. То есть это то соотношение величины поэма по республике к величине прожиточного минимума по Российской Федерации, которому должны прийти в 2025 году. По постановлению от 10 сентября 343 уже утверждена величина прожиточного минимума населения по республике Калмыкия на 2022 год. Согласно данному постановлению, размер величины прожиточного минимума на душ населения на 2022 год по республике утвержден в размере 11,114 рублей, что на 4,5% выше уровня 2021 года. И, соответственно, коэффициент региональной дифференциации соблюден на уровне 0,93, поскольку ПМ по Российской Федерации утвержден в размере 11,950 рублей. Если говорить о разрезе социально-демографических групп населения, то по трудоспособному населению ПМ составляет на 2022 год 12,114 рублей, ПМ просто 109,3, пенсионеров 9,558, ПМ просто 112,8 в 2021 году и ПМ на детей 11,199 рублей. По законопроекту Анатолий Васильевич, у меня все. Готовы ответить на вопросы депутатов. Конечно. Ведь изменения несколько, так сказать, нарушили то понимание, которое было раньше. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста. Нет, да? Понятно. Поменялся порядок. И групп по группам, и в целом по вот этим данным числением. Поэтому, если нет вопросов и нет желающих выступить, Барна Васильевич, пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутации, приглашеные. Данный материал был рассмотрен вчера на рассказании комитета. Получены положительные заключения следующих фактор. Безногласно проголосовали. И рекомендуют дорогу справа по заранству. И не дамы, что на проекции. Пошли поддержать. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Единственная реплика, может, надо будет нам после сессии такие вот проекции поразъяснять еще населению тех, кто претендует на получение соответствующих доплат, пособий и так далее. Поэтому я, Марина Петровна, и вас попрошу, и Барна Катиновича вместе как-то показать, что мы, сообща, вот эту тему видим, мы ее решаем так, как ее надо решать. Хорошо, да? Давайте теперь проголосуем за этот проект. Посмотрение у вас на руках. Кто за? Здравствуйте. Спасибо. Марина Петровна, спасибо коллеги. Посмотрение принимается. Мы рассматриваем следующий вопрос с участием Марины Петровны. Это внесение изменений в закон республики в отдельных вопросах в сфере социального обслуживания и оселения в республике. Это тоже проявится такая необходимость. Доклады Марина Петровна ей поручили. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, представленный законопроект разработан в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, то есть в большей части, в целях редакционного совершенствования положения закона. Ключевыми изменениями являются, что перечень социальных услуг, предоставляемых учреждениями или организациями социального обслуживания населения, дополняются услугами обеспечения корродковременного присмотра за детей, а также новым видом социальной услуги, сопровождение получателей социальных услуг, получающихся в социальной услуге в стационарной форме социального обслуживания при госпитализации в недис volatile организации в целях осуществления ухода с горокандыми получателями. Как я уже отметила, эти изменения больше резекционного характера и введения в соответствии с нормами федерального законодательства. У меня только на проект. Спасибо. У вас, коллеги, вы документы посмотрели. Возникли вопросы к Марине Петровне? Если не возникли, желающие пожелания сказать? Есть? Нет? Вадим Академич. Уважаемый Анатолий Сыч, уважаемые коллеги, данный законопроект был рассмотрен в состоянии комитета. Соответствующее запрещение мы получили, выйдет, в том числе, и мужчины, и дополнительные коллективы. И с учетом этого изменения выйдет на следующее решение. Значит, на комитете рекомендовать народным правом в Орлайне-перспективе принять данный законопроект по следующему предложению. Под функцией 1, под функцией А, под функцией Д, под функцией 2, статья 1 и 2.3 с правилами юридической техники. И если ее надо, то рекомендовать данный законопроект по юридическому обновлению. Прошу поддерживать. Пожалуйста, господи, решение комитета озвучено. А у вас не возникло вопросов? Если не возникло, прошу подготовиться к голосованию. Кто за карточкой голосует? За всех. Единогласно, решение принято. Спасибо, Марина Юрьевна. Хорошей работы вам сегодня. Уважаемые коллеги, мы идем по расписанию, по плану. И следующий вопрос в повестке дня. У нас по предложению комитета народного курса, в связи с поступлением в предложении многих депутатов, и комитет по данным вопросам подпользован, ну и было принято решение по проведению правительственного частного темы о реализации мероприятий в сфере экологии и мерах борьбы с опустыниванием ресурсов и экологии. Докладчик, руководитель министра природных ресурсов, Александр Григорьевич, в связи с любви Манжиев, Басан Аркадьевич, мы ему слово сейчас предоставим. У нас кто еще прыгал? По этому вопросу? Камина Юрия Борисовича, да. Камина Юрия Борисовича, это комитет по сфере экологии ресурсов. Понятно. Значит, пожалуйста, уважаемые коллеги, у нас не прибыл товарищ управления Роспотребнадзора. Девочки, там Доржиев есть у нас тут начальник. Там есть Пузьмин или как там? Общий. Роспотребнадзор. А? Роспотребнадзор. Ладно, мы его потом пригласим отдельно. Значит, пожалуйста, Басан Аркадьевич, у вас слово в пределах 10 минут. Дальше вопросы и ответы. Добрый день, уважаемый Анатолий Васильевич. Добрый день, уважаемые депутаты. Добрый день, уважаемые предпоследствия. От Министерства фронных ресурсов хотел бы доложить, что в рамках передних полномочий Ачистофедерации в области водных отношений в 2021 году финансируемый за счет средств, предоставляемых в виде субвенций федеральным бюджетом бюджетным субъектом Российской Федерации Минприроды Республики Калмыки запланированы реализации мероприятия. Руслоочистительные, но углубительные мероприятия на реке Реста в границе города Ресты в период с 22 по 2025 год. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов на 2022-2024 годах Минприроды Республики Калмыки запланирована реализация следующих мероприятий финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций федерального бюджета. Республика разработка проекта Российской Руслой реки Восточный Маноч в Локебургском районе и разработка проекта Российской Руслой реки Восточный Маноч в районе поселка Аченизыча Наземельского района. В частности, эффективное обращение с отходами производства и потребления включая ликвидацию дистанциативных свадок, согласно сходному статистическому отчету 2ТП на территории Республики ежегодно образуется около 90 тысяч тонн учтенных отходов производства и потребления. На территории Республики зафиксировано 112 лет размещения отходов, то есть мусорных свалок. Все свалки образованы в 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Проблемой данной серии является несоответствие данных объектов по размещению и захоронению твердых коммунальных отходов современным санитарным экологическим темам. В связи с изменением законодательства 2016 года указанные свалки не могут быть преобразованы в полигоны бытовых отходов. На них запрещено размещение отходов, они подлежат закрытию азимирные участки рекультивации. Юридические свалки закрыты, органы местного самоправления поддерживают свалки в состоянии, исключающем развеивание и возгорание накопленного мусора, а также инстанционное размещение на них отходов. В соответствии с 89-м федеральным законом об отходах производства и потребления, собственники объектов размещения отходов, а также лица, владения и припользования которых находятся объекты размещения отходов после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работой по восстановлению нарушенных земель в порядке основной законодательности Российской Федерации. Таким образом, рекультивация и ликвидация свалок осуществляется лицами, эксплуатирующими указанные места на замещение отходов. В случае их отсутствия обязанность на проведение указанных мероприятий ложится на соответствующие органы местного самоправления. Планируемые мероприятия по разработке проекта рекультивации земель и проведения на них основания мероприятий по рекультивации нарушенных земель, расположенных под местами замещения отходов, не осуществлены. Среди с недостатком средств в бюджетах муниципальных образований в данный момент ведется работа с НИН-ПРОДой России по этому вопросу. Объекты по переработке и размещения отходов включенные в государственный реестр объектов замещения отходов в Калнике и таких два. Это по любому твердокоммунальных отходов в городе Листе, включенные в этот реестр, и устроен партировочный комплекс расположен в пригороде в городе Листе. В 2018 году построены пять мусороперегрузочных станций на территории и спусть планируется создание трех мусороперегрузочных станций. Полигон ТЭКО эксплуатируется с 1964 года, на который производится размещение отходов со всех районных республикей. Мощности полигона исчерпаны, имели место случаи обоснованных жалоб населения на факты возгорания отходов и замусоривания продвигающих территорий. Полигон планируется к закрытию в 2022 году с последующей рекультивации территорий. По строительству нового полигона отведен нового участника администрации города Листе совместно с ООО спецавтохозяйства. Разрабатывается проектно-смертная документация. Участие республики Галмыки в федеральном проекте «Чистая страна» на основном проекта «Экология» в период с 2019 по 2024 годы на территории республики в рамках надпроекта «Экология» паспортом федерального проекта «Чистая страна» предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок и рекультивации территорий, на которых они различны в городе Листа свалка в площади 5 гектаров и в городе Лагань. Срок реализации проекта республики Галмыки 2023-2024 годы. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке проектно-смертной документации. По вопросу опустынивания Минкерозы республики Галмыки сейчас управление с нового хозяйства на данный момент сейчас разрабатывается проект плана увеличения площади лесовосстановления с 2022-2030 годы. На данный момент сейчас данный проект плана находится на утверждении в Рослесходе по согласованию. Если все будет согласовано, у нас планируется увеличить площадь земель лесного фонда порядка на 41 тысячу гектар. В настоящее время сейчас площадь лесного фонда составляет 56 тысяч и 30 гектаров. Из них площадь покрытая лесом 15 тысяч и 7 гектаров. Общая лесистость нашей территории составляет 0,2%. В результате если творится данная программа у нас планируется увеличение на 40 тысяч площадей лесовосстановления. Соответственно, что повлияет, надеюсь, повлечет на улучшение экологической обстановки в регионе, создание новых рабочих мест, оснащение машинных фракторного парка обновлению. Поэтому в данной части в принципе доклад окончен. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо большое, Басан Гаркадич. Уважаемые коллеги, председатель, вышел. С вашего позволения я предоставлю слово. Есть ли вопросы к докладчику? Батюш Сергеевич, пожалуйста. Добрый день, Басан Гаркадич. Что с зеленым щитом на кузнесты? То есть земли же, какие-то части земель уже были перенимены. Перенимены же федеральную собственность. На сегодня момент в каком на какой стадии находится этот вопрос. Можно сказать, планируется уже остатки деревьев. Это первое, а второе вопрос, чтобы вы сказали по поводу проектно-смертной документации по каналу в районе Ачинера. Это только планируется соответственно в воды в ближайшее время состетинские дела не будет, потому что на сегодняшний момент состетинские теодеры и многие наши водные инструкции находятся в отличающих положениях. То есть если воды в этом не будет или в этом не будет, именно только будем разрабатывать проезд, потом будем производить эти работы. через несколько лет эти вопросы уничтожить и заслоняться. Спасибо. Спасибо, Батя Сергеевич, за вопрос. По поводу зеленого кольца, 669 гектаров были переданы городом. В этом году они наконец внесены в государственный лесной реестр. Со следующего года они войдут, будет проводиться лесоустройство на данных площадях. Тут все регламентировано, не природой, рослескозом, там мы никак не можем сроки уменьшить, все лесо согласно регламенту. И планируется с 2024 года уже там производить подготовку почвы и где-то к 26-30 году там уже будут проведены работы по лесу восстановления, проведены посадки лесных культов. По вопросу расчистки росла и по проектно-смертной документации, но тут все зависит от финансирования, мы тоже не можем как бы прыгать выше головы, конечно, желание есть, это все мы в работе постоянные, различные варианты пытаемся ускорять эти процессы. А без расчистки получить водонаряд? Нет, ну, конечно, там же, да, для чего делать расчистки, потому что там все заедено, вода, она не будет проходить, будет оболачиваться участки, досариваться, это все рассчитано, научно, обоснованно, то есть приезжали специалисты, смотрели все и опять вернемся к неравному счету, пускай в 26-м году. А каким-то опытом разрабатывается программа по посадке? Почему? Потому что в прошлом, позавшем году в РУРУ посадили сколько там тысяч саженцев и кажется, там вообще ни один не принялся. По посадкам в Рукашанского КУРУ это просто помощь оказана, понятно, что мы посадили, работу сделали. Там простой факт, что в том году, позавшем году была засуха и наши сеянцы, саженцы, грубо говоря, дикие животные съели, мы предлагали КУРУ свою помощь, но они, конечно, все-таки присутствуют нам, сделали програждение. Мы будем в Донецке тоже помогать, и я думаю, что мы наденем все равно нашу КУРУ. Я не знаю, как я говорю от примеряя того, за четвертую или двадцатью мы посадим таким же образом осуществим посадку, потом же острый опять съедят, и каким образом будет, может, какие-то мероприятия по охране должны быть, или что. Как будет происходить посадка? Есть ли смысл посадки, если это будет теплые тепи, и животные так же и посвятятся на том, что или жизнь технику поливать, или уже в России не будет. У нас управление с нового хозяйства, сейчас мы работаем большими площадями, у нас есть определенный процент отхода, есть процент гибели, и наши подведом соучреждения постоянно делают дополнение, если они видят, что там погибли, то они производят дополнительные посадки. Чит будет? Чит, да. Спасибо большое за ответ, уважаемые коллеги, данный вопрос не был рассмотрен на комитете, поэтому у вас сегодня заседание возможности. Да, пожалуйста, у меня вопрос есть. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемый Масалин Аркадьевич, можете как-то прокомментировать. По районам отдали, по сельским населённым пунктам сделано предложение отвезти участки для задержания песков, да? Ну, у нас получается там, где я живу, работаю где-то 340 гектаров, это по границе с Сельсинским районом, где мы хотели бы. Но сейчас хотелось бы услышать, есть какие-то гарантии, что эта программа будет работать, потому что та территория, где мы хотели отвезти полосу примерно 360 метров для насаждения, они проходят по боевым землям. Поэтому пайщики сейчас предыдуется на разговор показывают, что они говорят, да не пошли, что ли, что эта программа можно... Они говорят, купите, да. Заработает ли эта программа, или как-то можете что-то сказать, мы сейчас на распуте, что делать, там отводить эти земли, либо брать где-то на те земли, где мы арендуем и платим, нам легче там, конечно, отвезти эти участки. Спасибо. Спасибо. Ну, в первую очередь хотел бы сказать, что с главами районов муниципальных образований, с начальниками отдела Курсумизо непосредственно встречались, проводили неоднократные встречи, выездные совещания, обозначили проблему, то есть была поставлена задача именно найти земли, которые можно было бы как-то с наименьшими затратами передать землю с нового фонда, вот, и по каждому вопросу будем, конечно, смотреть, там, если есть какие-то арендаторы, то есть это, конечно, вопрос не одного года, это основная проблема, именно земля, земля для наших площадей лесовосстановления найти, и главное, что потом мы должны исследовать на лесопрегоды, чтобы они подходили по этим параметрам, чтобы там, действительно, что по улице они какие-то не уводят на бюджет. Спасибо. Понятный. Вопрос, я напомню. Николай Владимирович, пожалуйста. Дошан Анатольевич, у меня тут есть вопросы, вот, выслушал этот заклад, по борису, пустыни, вообще ничего не сказали, просто обозначили сказать, что мы боремся на каждом городе. А вообще, кто проводит мониторинг, например, условно говоря, на сегодняшний день, вообще, в этой проблеме, если не вы, то я бы дальше вопрос не буду задавать. И второй вопрос, вообще, по 2020, 21 году, сколько выделено на сферарных средств, подчеркивая, именно по борьбе с опустынением. Если вы сказать нет, то я дальше не буду, потому что низко опросы очень актуальны. Игорь, спасибо за вопрос. По борьбе с опустынью у нас в основном является миссий хост. То есть, у них программа есть, поэтому финансовое своеобеспечение тоже через миссий хост идет. вопрос такого характера. Как получилось так, что, когда был премьер-министр страны, я не слышусь, было получение о том, чтобы развернуть детей цель по борьбе с опустыней. Представь проекта сказал, я думаю, ему должны этому, так сказать, проекту делать ноги, кто-то должен был этим вопросом заниматься. Какой министер занимается, с него тоже занимается. Второе. В первом проекте, который подавал правительство республики Калмыкия, центр должны быть создаваться с научным центром, который есть в Угограде. Это называется агроэкология РАН. Потом второе предложение было проектирую. Уже ФНЦ имени Вильямса РАН. Почему два разных проекта после Туда и с чем вы меняете научное сопровождение Академии наук? Они же разные совершенно, эти филиалы. Положить подные, подные, подные. Тогда все. Тогда давайте раз вы получите другой человек это если что-то будет непонятный это начальник управления. Какого управления? замминистра я веду это управление я пожалуйста пожалуйста просто по информации у нас в 2021 году Министерство России представило предложение по созданию федерального центра по пределу Сорпусшиня Республики Калныки на базе Федерального научного центра Российской Академии наук которую согласовали и Российская Академия наук и Минприрода России но не был согласован с Республикой поэкз Республики Калныки направила правительство Российской Федерации обоснованное предложение по созданию федеральных центров по борьбе с Пустынью Республики Калныки с научным сопровождением ПНЦ Витки имени Вильямса, Российская Академия науки. Скоро получит мельсоходов Российской Федерации и Минпродосит Российской Академии наук совместно с Республикой Камутий рассмотреть данное предложение. Кроме того, на территории Республики Камутий расположены действия более полуэка по любому управлению по восстановлению черных земель и кизлярских патришек, филиалами в Республике Дагестан, хордирующими мероприятия по борьбе с опустилими земель. Ну, это я все пропущу, значит, то есть, в принципе, что в мельсоходном России данное предложение не было принято, то есть, как бы, и было передано. У нас была цель такая, что у нас должен был не только научный центр, а именно научно-проектический центр, потому что все методики борьбы с песками, они уже отработаны и уже более полуэка назад уже использовали. Я об этом знаю, хорошо, значит. Я почему говорю? Дело в том, что именно у Лаврадского центра, который был, науку, он, значит, ведет с 90-х 60-х годов у нас. И, в принципе, он там накоплено на очень такой опыт, значит. И совместно, естественно, конечно, вы правильно сказали, мы должны были идти. Ну, а вот вы там по экологии рассказали нам, значит, что там ситуация плохая, да, с 80-х, 90-х годов. Опять-таки сказать, в Советском Союзе все это было построено. А вот и по экологии. Генеральная схема по борьбе с опушениями она уже закончилась. Мы там по своему времени, значит, еще в 2000-м году готовили новую схему, значит, второй, значит, да, период должен был быть. Подготовлено было все на уровне правительства Российской Федерации, значит. Он еще и в проектах существует, значит. Но, к сожалению, на сегодняшний день, значит, он сидит, так скажем, вот с капелькой. Вот. Вообще делались попытки, вот, какие-то, значит, его восстановить. И вообще, в принципе, примерно, понимаете, да, вы все-таки, это что вы министерство. У нас это должно быть четкое, ясное понимание того, что именно сегодня 5,5 миллионов гектаров земли, значит, да, находятся в дегратируемом состоянии. В том числе из них 300 тысяч, значит, допустим. Вы там, как говорите, там 150-200 тысяч, это неправильно. Потому что мониторинг, который был проведен в последнее время, значит, он усилился за последние 20 годов. Поэтому хотел бы услышать вообще сегодня правительство, вы, министерство всех хозяйств, готовить какую-то жесткую, четкую, значит, программу, таким образом, с привлечением, с привлечением пяти регионов, значит, Юго-России, а из них, как было предложение, мы это для предложения делали, значит, так, о том, что научный центр, да, пусть остается в Волгаре, действительно так есть. Но производственный центр, на ФБГУ, в котором существует, и плюс 54, значит, подразделения, которые в нем есть, на пяти регионах, необходимо делать, значит, у нас в республике. Такое понимание есть, есть такое письмо вообще. Да, идти. Да. Ну, я имею в виду, что по борьбе с опушением у нас в Минсехоз занимается. То есть, у них есть программы по рекультивации паблища, они сейчас у нас тут на территории Камники какие-то милиаративные мероприятия проводятся, но, конечно, это не в том объеме. То есть, мы со своей стороны, именно в части управления Минсного хозяйства, уже разработали эту программу по увеличению площадей средства восстановления. Мы ее сейчас продвигаем. К нам недавно приезжал зам руководителя Минсехоза, Памфилов Александр Викторович. Мы с ним встречались, обсуждали эту тему, нашли понимание, там провезли, показали, что насколько у нас здесь сложно что-то выразить в условиях пустыни-полупустыни, и насколько важная экологическая составляющая лесных насаждений. понимание достигнуто, сейчас работа ведется, но в плане того, что мы контактируем с Минсехозом, тоже есть у нас взаимодействие, но пока определенный такой четкий, именно после того, что нам после визита, например, министра, мы надеялись, что, ну, сейчас надо опять с вами все эти усилия, и что-то более такое заботное, и действенное. То есть, куда идем? Куда не идем. То есть, идем, программа, имеется в виду программа та, которая, ну, раньше, допустим, сажали от них право. Вот мы там, психозники, понимаем, боролись с пустынью заодно, худняк, житняк, там, кто-то бы не сажалил. И все-то, осло, хорошо, и так далее. Сегодня другие научные, те же вовлогазанцы дают другие рекомендации. Николай Андреевич хочет услышать вопрос, как он сидит с вовлоградскими рекомендациями, и мы движемся практически в реализации этих фокусов. В первую очередь, хотел бы сказать, что для того, чтобы бороться с опустыниванием, нам, в первую очередь, необходимый всепосадочный материал. Для этого необходимо развивать питомники. Я хотел бы сказать. Питомники у нас, да, сейчас модернизируются. Значит, выращиваем большее количество посадочного материала, придет уже большее увеличение на пескозакрепляющие пустарники, такие как джузглун, там, тамарис, телескен. Ну, конечно, объемы площадей, которые надо закрепить, огромные. Поэтому стараемся, ну, в части своей, именно, не трогать, а в правильном хозяйстве. Ну, вы будете поставлять этот материал? Ну, да, надеюсь, что будем питомники развивать, увеличить посадочный, количество посадочного материала, выращиваемого. Продолжение следует... Вот, калмыцкие ученые, в принципе, вы знаете, даже знают на федеральном уровне об этом, о том, что они сегодня есть на статистике технологии, да, которые накрываются, там, и все, 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 все делами, значит, довольно-таки, такая хорошая технология, разработанная и все остальное. Вы вообще к этому подходили к нему практически? Мы с КГУ контактировали вот в плане использования клеевых основ, как на основе КМЦ клея, да. Есть положительные-положительные моменты, но при подсчете экономическом, то есть себестоимости, грубо говоря, закрепления песка, 1 квадратный метр, получается очень... Ну, где-то на небольших участках, скажем, на дорожных разрядках, там где-то, чтобы не было там заносов дорожного полотна, то можно использовать эти технологии. Мы все эти технологии смотрим, чтобы более эффективно и чем-то. Конечно. Пожалуйста, Александр Михайлович. Александр Михайлович, у меня один вопрос, и второй вопрос, предложение. Вопрос первый, заключается в следующем. Есть ли видение вашего министерства, в актуальной теме обсуждания сегодня, в части создания геопатемической партии в республике полночь? То есть, все можно делать, все можно сажать, но у нас вообще общий подход есть, поэтому наличие где-то, если так, в республике полночь. Если есть у вас видение, если у вас видение, если так, то когда вы предуполняете к этому вопросу? Это вопрос. И второй момент. мы говорим о спритняхе, да, коллеги? Ну, здесь, наверное, надо принять решение на предмет того, что эта тема, она актуальна уже не один год, не один десяток, и будет доказанной, доказанной части эффекта использования. Университет самостоятельно сейчас на своих площадках 15-ти миллиметр, практически мы получаем сейчас уже первый урожай, скажем, спритняка. но здесь, наверное, надо понять, либо нужно двигаться в этом плане, его расширять, либо нет, либо надо со стороны завозить, что делается. Поэтому, когда мы сами его делаем всегда здесь первый раз, потом еще сыграем. Сами тихо молчим. Нужно ли это дальше расширить? Нужно ли это? Пожалуйста, пожалуйста. Я считаю, что там необходимо развивать направление. Части то, что мы сейчас вообще используем посадочный материал в наших зональных климатических условиях, потому что другой посадочный материал в других регионах нам просто не подойдет, не приживет. Мы сейчас, в принципе, у нас два правила лесовосстановления периодически меняются. Нам сейчас пытаются, скажем так, внедрить посадку закрытых корневых системах, то есть тарканчиков, вы понимаете, да? Мы сейчас ведем активную переписку социсклозом, доказывая собранность использования таких закрытых корневых систем, в наших условиях. и первым вопросом о геологическом качестве. Хорошо. А ну, Мерфея, короче, ну... Нет, можно еще по... Да, пожалуйста. Мы поработаем на момент хорошо. Так, ладно, еще вопрос? Да, пожалуйста. Однажды у меня такой вопрос. Зимни, которые были определены под пистолетами рентации, подкоренную обувь, сейчас, допустим, нарезаются и развиваются военные. Это членоземельская районная в Киеве, допустим, да? Кто определяет геогостанику и как она думает, что она восполнилась? Земля может существовать, можно там постелиться и что она... Конечно, я понимаю, что район это и не убытик, что это земля, это аренда, это деньги. Я понимаю, но это, может, второй вопрос это экология, что это будет пистолет. Там будет определяет, что можем там нарезать землю или нельзя там нарезать землю. И второй вопрос, вы все знаете, что у нас республика совхозяйственная республика, и вы знаете, что на каждой республике, допустим, работодательной республике есть навоз, который мы производим, наши животные. Вот одна опса, допустим, не одна опса, ну да, одна опса, если не ошибается, это за год выдают 800 килограмм отход, 800 килограмм, а если там тысячи стоят 800, это каждый будет наточки. И как вот с этим бороться? Это тоже выделение, там же, первая, вторая, четвертая, по-моему, так, там, да, сочетается по выделению. Если там выделять, то нам нужно что-то делаться. Выдать, вывозить, мы будем банкротами. Куда я ухо мясо даду? А, ну все хорошо. Вот два вопроса нет. Валерий Александрович, ну эти вопросы не в нашем миссисе, не в СИФОС, занимается оперативной работой, но в Минк Розово все Не, а выделяйте, кто тут нарезать, кто тут, какая-то риска миссия, что здесь можно, допустим, нарезки раздать, вот эти участки, не в Минк Розово все не в Минк Розово. Не, вот я только в принципе говорю, что вот можно там нарезать, допустим, какие-то милиратор взрыв, у него постановление произошло, и ему, допустим, нужно сказать, да, здесь можно сейчас раз отдать в военную. Вот комиссия такая есть или нет? Я так делал это. Ну, он не готов ответить. Есть кто-нибудь готовый ответить? Нет? Пожалуйста. Я хотел пояснить, Николай. Давай, пожалуйста. Можно? На угол к микрофончику подойдите, допустим. А, вот сюда. Вот, пожалуйста. Чтоб нам видно тебе. Добрый день, уважаемые коллеги. Громче такой. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за возможность выступить перед вами. Давно хотел встретиться с Николаем Ильичем и другими товарищами, коллегами. Смотрите, что касается тут, во-первых, того, что два центра. Один из идиологов, второго центра это я лично. Почему? Потому что, когда начал создаваться центр, у нас появилась информация, будет заниматься агро-ресимилизацией. Вне ОВИ, институт Волгараде вроде специализированных. Вот, Николай Ильич Праев сказал, 50 лет занимался, но он 50 лет занимался и эстом. Он никакой пустыни не занимался. В последнее время все научные работы, я вот 7 лет, если бы, извините, болтался 7 лет, но занимался наукой. под руководством Савсюдина, известных всех корреспондентов. Вот его технология применяется у нас в Калмыске. У нас в Калмыске технологии, ничего мы не придумали. Эту технологию разрабатывал Советский Союз. Советский Союз разрабатывал в Средней Азии. И в основном работали ученые, вы знаете, юридической национальности, которые после развала Советского Союза бесплатно достались в Китайском и юристом. Понятно, что было, да? Вот это есть такая технология. В последнее время в республике Валерий Атайз видел, моих друзей, занимается только институт кормов. Институт кормов. Мы обратились с Юрием Викторовичем, Юрий Викторовичем поддерживал прородюзи, совещали, не даст мне соврать, совещали, мы пригласили все пришли к мнению, что надо, должны участвовать ученые именно из Калмыки. Именно Калмыс и Росказа университет. Именно КНИЦХА, который ушел в Асташарскую область, вы все знаете, да? Но там есть ученые, которые занимаются этой проблематикой. Поэтому мы написали, обратились к Академию Косолапову, возглавляет институт москористов кормов. Обратились к нему, он говорит, вопросу нет, мы создадим у вас именно в Калмыки, ваши ученые будут заниматься. Давайте под нашим крылом. На сегодня день, несмотря на наши просьбы, письма, все равно специализирован институт, и сейчас у меня на столе лежит искреннее техническое задание по разработке. Она громко называется то, о чем говорил Николай Ильич, во втором очереди минеральные схемы, повреждение сопутствия, там никакой науки нет. Обычные 70 миллионов в 22-й год, 70 миллионов в такой год, 70 миллионов и к 30-му году они только выдадут вторую очередь мелкие. Что такое? 6 лет будут заниматься. непонятно чем. Науки абсолютно никакой там нет. Поэтому я считаю, что и в вашем зрении, что это за ценность? Это центр Академии Наук. Ну, то, что они написали 70 миллионов, никто эти 70 миллионов, я думаю, не нас, так и образовалась новая структура, которой ничем не будет заниматься. Чтобы было всем понятно, ясно, что там конкретно. Она будет опять очередной, так сказать, переписка. Если Николай Петрович вам интересен, я могу вам какие-то задания взять, и вам станет подписка. Нет, нам всем интересно. Даже в целях этого проекта не делается ошибка. Видно даже мне. Кроме того, я хотел пояснить, что касается опустынивания. Сюда надо было, если вопрос опустынивания, конечно, надо было не сельхоз пригласить, рост сельхоз надзор, рост прород надзор. Вот смотрите, то, о чем спрашивает депутат народного фронта, рекультивация земель. Мы не имеем права заниматься. Месельхоз нас не имеет. Имеет право заниматься только федеральски. Что касается земель, то, о чем спрашивал Артур, занимается сельскохозяйством рост прород надзор, а что касается линейных рост прород геологических, порядка, что отчеты перейдили. К сожалению, мы у них запрос сделали, никаких отчетов у них нет. Никакой рекультивации, никаких официальных ответов фактически не помутить. Что касается сегодня вопросов, пока я не забыл, со спинских озерок, очень правильный вопрос подняли. Мы сейчас с этим вопросом занимаемся, по поручению Генри Викторовича нам поручил моим вопросом заниматься. Встретились сейчас, что было понятно, идет реконструкция Церрайского водоснабжения. Наконец-то. Я надеюсь, с помощью этой реконструкции мы увеличим объем воды за счет этого опричнения для полива более лучшего качества на них придет. Но сами понимаете, реконструкция требует некоторых ограничений и поэтому на сегодняшний день вода подается в небольших количествах. У него сломаны низкие склады, но мы начали решение сейчас на уровне только вручения Генри Викторовича, вице-пример Кутиев, занимается вызвал данный выход и ставит перед ним дозак, чтобы в ход упустили воду в соседские озера. А то он получит тот же самый Ашан Грибин на следующий год. Спасибо, Юрий Борисович. Еще наши депутаты хотят задать вопросы. А вот у меня уже... Вы говорите, что на эти вопросы? В предыдущении я уже пустировал. Не, я говорю, вы только... Анатолий Васильевич, я отвечу, задавал... Я вопрос подлокатился. Что касается о геопотанике, то им в нашем видении будет заниматься по мысли государства университетом, в видении нашего министерства. Но, к сожалению, из-за нас специалистов, может, еще плохо работают, в этом году мы не успели. Там же много согласовались, согласовались с фруктуру, с федеральными структурами, со всей его структурой, согласовались... Но на следующий год мы обещаем, что университет будет для этой работы. Юрий Борисович, еще спасибо что касается прутняка, ну вот смотрите, у вас 15 гектаров, это Анатолий Васильевич, напрямую сказать, это не туда и не сюда. Я вам прямо говорю. У нас такие питомники есть в Яспольском есть черноземельского до 200-500 гектаров, вот где семенной материал. Не-не-не, смотрите, это только касается борьбы с пустынью именно на пастбище. На пастбище. Ваши 15 гектаров, я думаю, это научные исследования студентов, ну все равно припредель, но имейте в виду, что прутняк только один сезон. В этом году вы не осеялись, все пропало. В жизни вы можете на следующий год, второй, третий год, вы знаете. Я просто шире говорю, я говорю, вонал по шире-шире. Будет ли республика сформулировать свое изменить видение и нарушение этой проблемы своего материала? Я вопрос понял, я неправильно ответил. Смотрите, надо этот вопрос решать на уровне Российской Федерации. В чем здесь это самое, да? мы все здесь велики, надо вопрос решать на уровне Российской Федерации и конкретный департамент, назову министерство сельскохозяйки, департамент миллиардов. Девушка уже в течение 20 лет все время руководит ИО. ИО, ИО, и то же самое, у нас тоже ИО, сейчас опять очередной ИО. Вот и решение вопроса на все ИО. А еще когда он ИА, это вообще фух. Уважаемые друзья, вот пока Остан Борисович готовить задать вопрос, я вот к мысли пришел, там в проекте постановления она частично заложена, все-таки мы попросим Юрия Викторовича здесь, тема такая разрослена, вот как пальцы на руке, что-то все, вроде и пальцы есть, а заплата нет. Поэтому я так думаю, что буквально в ближайшее время, Юрий Ильич, просьба как-то все Минсельхоз, природа и федералы и мы, мы поучаствуем. Надо обратиться с письмом вам, вы обратитесь с письмом. То есть нужно что-то вот, ну, мероприятие, как угодно их можно назвать, но шить в одно. То есть все вроде занимаются, все понимают где-то тормоз есть, ну, движение и ясные картины, что будет хотя бы концу года тоже не имеет. Юрий Ильич, я думаю, будет правильно и мы в рекомендациях это, я думаю, поменьше. Вы не будете возражать, Юрий Ильич? Нет, уважаемые коллеги, не будем возражать, но просто, чтобы было понятно, ну, и дело. на уровне цифров, на уровне рецеприятий, но пока вот эта проблема почему-то не стоит в рецеприятии. Пока уж, к сожалению, потому что, вроде надо, людей, которые, люди, кулаком, которые обойти, там, лоды, сильно, и, 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 что, правительство, правительство, а еще раз, уровни, я не говорю, умиленых, рецеприятий, Ну да, спасибо, Арслав Борисович, извини. Ну, тоже хочется сказать, что в отношении подготовки к такому вопросу, вроде серьезного, о мерах реализации пустыни, все понимают, что пустыня на самом деле растет, а подготовка такая. На самом деле, если есть сопутствующие режиссерства, которые занимаются, надо было на них, конечно, позвать, потому что, ну как, вопросы обсуждаем, ну зачем тогда был общерносить такой вопрос без, соответственно, подготовленных ответов? Потому что, понятное дело, то, что здесь на таком вопросе будут задавать такие вопросы в части института, да, каким образом останавливаться. Если Минприроды занимается в части только статистического, по какому-то, ну зачем был такой Минприроды одному выносить такой вопрос? Просто вот сейчас даже, я думаю, наверняка вы не знаете точную площадь пятна, да, пустыни. Там 300 тысяч это гектар, там 150 тысяч гектар, ну, извините, на разбег огромный. При этом, ну, в этом отношении, как-то, я не знаю, к такому вопросу проходить. И даже вот, когда конференция планировалась, да, проводить, там, когда в июле, там, или в августе месяц, я что-то не увидел, там, такого, прям, не знаю, там, муррения, там, например, природы, сухоза, там, поучаствовать в этой конференции. Хотя, на самом деле, учебный свет должен приехать со всего Юта России. Все регионы, которые касаются пустыни, и те регионы, которых в определенной мере касаются проблемы. Более того, там, депутаты Госдумы должны предприятия. Ну, вот, соответственно, я так думаю, сейчас вы не ответите, да, на вопрос площадь, ну, хотя бы приблизительно точную площадь пустыни. У нас калмыки, и вообще, не знаю, черные земельки, злярские праздничные. Ну, по нашим данным, сейчас я озвучу, сколько там порядков. Уже готовился? Да, ну, вы сразу, когда говорите, по вашим данным, от какой даты, примерно, это от какой, там, 5-летней давности. Сейчас, минутку. В прошлом году, просто, как бы сказать, мы создали медведовскую рабочую группу, ездили по поручению тоже правительства и калмыки. Делали монетаризацию вот этих открытых площадей песков. По линейным объектам тоже мы, там, большие площадя были. С ними тоже мы работаем. Вот, в части, то, что касается Минприроды, непосредственно, лесного хозяйства, что мы участвуем в 2019-2024 год, в федеральном проекте сохранение лесов, за три года, 19-20-21, площадь лесовосстановления порядка 3 тысяч гектар. Площадь пустыненькая. Площадь пустыненькая. Сейчас я вам скажу, это порядка, сейчас, 4-4 миллиона гектаров. Это поддержка, а вот именно уже конкретно. Ну, я помогу, это 300, более чем 300. Ну, вот, там, в советские времена, по-моему, эта площадь достигала до 600 тысяч гектаров. Я читал, да, у них были программы для пятилетних, где они там восстанавливали, там, в течение 5 лет, там, 40 тысяч гектаров. У вас эта программа есть на 5 лет. Соответственно, отсюда вытекает еще много лет. Это не только в площади гектаров, вот, допустим, сейчас Минприрода, там, планируют, там, в течение 5 лет, за счет, там, фитомиллиардативных работ, производить, там, остановку, там, пустынь, там, ну, грубо говоря, там, в течение 5 лет, так же, допустим, как советские времена, 40 тысяч гектаров. Или, там, 20 тысяч гектаров. Соответственно, сколько денежных средств выделено на... Или планируют, выбиваете, выделяете денежные средства, особенно, с минсельхозом. То есть, потому что, говорит, что данная отчина минсельхоза, ну, тогда зачем она не в природе, если это... Извините меня, это глобальная экономическая катастрофа у нас. Это, во-первых, во-вторых, соответственно, то, каким образом эти средства будут доходить до реализации непосредственно, да? Это, во-первых, и питомники те же самые, да? Вот вы говорите, что питомники, там, яжгу или еще что-то, но нет питомников у нас поджигунов. Там, сейчас, вот, питомники, это, насколько помню, в Дагестане, там, ну, рабочие, я имею в виду, возможно, есть у нас, да, которые остались в тех времен, я имею в виду рабочие, там, поджигунов, там, и тому подобное, да? Там, в Астрахани, в Астрахани, в Астрахани, плюс, соответственно, сама реализация, да? То, как у нас ходит у нас по Минсеклозу, там, 90% там возвещается затрат фермеру, да? 10%, грубо говоря, он должен своих внести. И то, как, в принципе, фермеры не особо заинтересованы в этом, потому что они, во-первых, не знают, как это делать, потому что там и документально это сложно, и найти идеи... Да, да, и, соответственно, плюс еще правоохранители за этим бегают, и там идут, соответственно, там посадки, и там уже не древесные, да, посадки, такие уголовные. Поэтому, соответственно, сама схема там не работает, она, как показала практика, она работает там, может, как раз-таки в той части, чтобы там люди воруют, или, ну, отсюда, и, соответственно, очень много... Так, через сеги это... Схема как раз разрушается по другой схеме. Вот, да, и я говорю, что мало того, то, что, соответственно, должна быть программа, как минимум пятилетная, да, собственно, должны быть денежные следства, и должно поднимание, каким образом надо будет это делать. И тут нельзя говорить, что это там лучшая беззроза или как. Если это лучшая беззроза, ну, тогда, я не знаю, тут надо уже стоит вопрос и shoes, ну, зачем нам, я не знаю, там, беззрозу задашь этот вопрос, он не будет говорить, ну, знаете, ну, просто если ты такой случить, и это отвечает Минприрод. Во-первых, решим, какие вопросы серьезные. Это понял. Представь правительства здесь, я думаю, что после нашего заседания найдется время, спланируется время, чтобы собрать... Соответственно, вы, наверное, тоже не скажете, да, какие бюджеты выйдут. Маслав Ильич, я могу сказать, что часть той, что мы в Министерстве оборудованных и ресурсов в Санкт-Петербурге и в Валерийском хозяйстве, еще раз говорю, а за год он проект плана увеличения площадки восстановления. То есть, что это означает? Целью плана, я могу сказать, является увеличение площадки сных культур на территории сферы коммуника, в том числе осуществление лесоразведения с использованием песковоупрепительных пустарников в целях борьбы со пустынью территории, лесоразведения в интересах сельского хозяйства и лесоразведения в целях создания зеленых инфрационных зон вокруг населенных пунктов, водных и иных природных объектов. Для достижения указанной цели будет смаза решение следующих задач. Увеличение площадки закрепленных песков, реконструкция старых и создание новых полизащитных полос, создание зеленых инфрационных зон вокруг населенных пунктов. Хорошо. Городограды, у нас мы в Росинсоц подали все расчеты. Сумму просто я озвучу, конечно, она, конечно, получит порядка 6 миллиардов. Это на 10 лет. То есть, там поэтапно идет. Первоначально надо перевести земли, муниципальные, там, республиканские, дежурственные фонды, перевести их, ввести в их состав действующих лесничеств, провести работу колесоустройства и после этого уже получить федеральные средства на закупку техники, организации. Мы планируем, вообще, обидение у нас такое, что, как скажем так, в 80-е, 90-е годы в каждом из райцентров был свой лесос, то есть со своей техникой, со своим штатом, чтобы мы не гоняли вот эту нашу технику по всей республике, в основном. А вы ее сами стащили туда. Сознание рабочих мест, соответственно. Хорошо. Я думаю, тогда план в гектарах, вот у вас там 5-летний, да, вылезти на 10 лет, там, 6 миллиардов, да? А, в гектарах, когда... 40 тысяч гектаров. 40 тысяч гектаров в течение 10 лет, и на это будет порядка 6 миллиардов. Да, да. И реализовываться это будет именно, с вашей точки зрения, вот, проживанием этих лесосов, да? Уже их фермерами. Нет, ну, вы имеете в виду, что реализацию и выполнение работы. А, да, да. То есть, да, и по нашим будет автономить учреждениями, то есть, тогда будут созданы еще несколько автономных учреждений. Пожалуйста. Падон, на следующий, пожалуйста. Я абсолютно согласен с Росланом Борисовичем, что, ну, вообще этот вопрос не подготовили, конечно, и это следует признать. А что касается деятельности, вот, по лесоразведению, да, и опустыниванию. На опустынивание тоже, вот, сразу, вообще не готовы. А, ну, нужно обратиться к опыту Китая. Китай закрыл несколько пустых, их, по-моему, шесть, что-ли, пустынь, довольно по площади соизмеримых, да, там, с Сахарой и прочими пятнами на земле. И они успешно шагают, прошагали через Гоби, построили дорогу вокруг лесополосы с поливом, там система сервиса, заправки, гостиницы, поселки выстроили вдоль этих дорог, туризм организован и так далее. Поэтому не надо ничего изобретать, обратитесь к китайцам, к их опыту, да, и станет ясно, какие ресурсы, какие технологии применять для того, чтобы современно, эффективно закрывать пустыню. И мало не просто использовать деньги, как у нас лесное хозяйство, значит, использовали деньги, посадили, а там трава не растет, да, то есть эти лесополосы гибнут. Пример маленький приведу, вот, вырос в Кичинерах, и все время вот эта трасса с юга на север, Элиста-Волгоград, периодически появляются федеральные деньги, заходят. В чем проблема? Ну, я, например, как обыватель вижу, да, и человек, который, ну, связан с лесопосадками, с травой, с травами многолетних, опыт у меня большой, поэтому я вижу, что полосы, они вдоль дорог с север-юг, между ними пахотные промежуточные полосы, да, это все смывается водой со склонов, что с юга, что с севера, образуются размывы, овраги, и ветер северный пронизывают эти лесополосы, они, поскольку вода еще подтачивает, то водная эрозия, ветровая эрозия еще приводит к замерзанию, к огневой системе и так далее. И нет вообще ни одной головы, которая должна преобразить эту картину, нужно по-другому сегодня выстраивать технологию этих посадок вдоль трассы. Я понимаю, восток-запад, там снегозадержание какое-то идет, ветрозащита трассы, да, но а север-юг это гибель, причем склоновые земли, поэтому водная эрозия там очень сильная. Поэтому, и плюс фермеры, которые вдоль трассы имеют пастбище, они, конечно, в ваших лесополосах веселятся, пасут скот, ничего не ограждено, и потери, то есть деньги просто на ветер, а деньги огромные. Сейчас вы планируете 40 тысяч, вот это вот лесосбережение, то есть вы посадили, а сбережения нет. А к сбережениям нужно тоже подходить, технологичные я считаю, то есть вот есть пермакультура, такое понятие, на керзис склонов, да, но отдайте эти полосы фермерам, пахотные, вы вспахали, закультивировали, да, пробароновали, отдайте фермеру, он посеет там траву, вырастет, это будет скошено, но не будет водной эрозии, размыва почвы. И плюс это если, да, различные травы, там обогащающие почву, там бобовые, например, да, то вы найдете двойной эффект, и фермер будет доволен, и он будет ваш участок сберегать, как зениц волка, потому что он пользуется, но для него есть там большое преимущество, земля обработана, полосы обработаны, он заходит, просто потратился на семена и носит, а потом косит многолетние травы, сенокосами пользуется. Сегодня вот такое взаимное использование, оно как раз приведет к сбережению. Он и огородит вам эти лесополосы, и другие скот не будет пускать, и будь заинтересован в вашей результативной работе. Вот. И культура тоже самая, да, то есть мы остановились на акции, на вязи, и все это вот там на моих глазах уже 62 года, все, больше ничего вы не знаете, еще смородина была, но ее нет уже, хоть там народ пользовался смородиной, да, собирали ягоду, а сегодня это у вас отошло. Сегодня есть культуры более технологичные, современные, есть зимостойкие культуры с большим содержанием белка, там, жиров. Вот в этом году у вас там выросла трава, да, одна известная, и на ваших пахотных участках. А вот использовать это как сенокос вы фермерам не можете предоставить, и еще плюс получить за это деньги. Я речь веду о лебеде. В этом году лебеда выросла в рост человека, да, по трассе листа Волгограда, это на самом деле никто не обращает внимания, а там 24-23 процента содержания белка, плюс живых. Это высокоценный корм. В Сибири люди даже суп варили, да, там, из лебеды и выживали. А на самом деле это высокоценный корм для фермеров, и причем он почти высокопродуктивный, а их природа посеют. Используйте на благо своего лесоразведения и на благо там фермеров, примыкающих в трассе. И это всюду можно делать. А вы просто вот так вот деньги зарываете, они пропадают, вымораживаются, вымываются, и эффект от ваших денег меня не вижу. Даже лебеда есть культурная. Да, абсолютно верно. Ясно верно. Для фермерсования очень ценный корж. На это точно. Культура... Спасибо. Давайте мы на этом завершаем обсуждение. И у нашего депутата есть еще один вопрос, пожалуйста. У меня не вопрос. Я не прощаю реплику на Суриторичу. По поводу китайского опыта. На Суриторич я говорю, что китайский опыту нам не подойдет, потому что китай коррупционеров расстреливают, а у нас, к сожалению, максимум сроков в плавный срок. Это первое. По поводу правительственного часа. На мой взгляд, именно меры борьбы с опустынной високой Калунике стоит выделить в отдельный правительственный час. И делают соберпатчики и Минтеррозы, и Минсельхоз. Вот сейчас вот, например, если не веришься, мы бы без многих вопросов... Многие вопросы не получили бы ответ. То есть и Росклеводнадзор, и Росклеводнадзор. Мне кажется, это надо выделить в отдельный полный час и все-таки у правительства. Потому что это очень важная и актуальная тема. Хорошо, спасибо. Мы подумаем, как. В специальном правительстве мы с ним общались перед заседанием. Понятно, подготовить можно было несколько по-иному. Нам, кудокладчикам, определили вот так. Поэтому нужно что-то правительством догнать с учетом нашего решения путем комплексного совещания, и мы там будем участвовать. У меня реплика, Анатолий Васильевич, Волбатар Сергеевич сказал, а что вам мешает? Вы как раз тот расстрельный орган, можно сказать, да? Почему вы инициативу не берете в свои руки? Вскрывать коррупционеров, да? Это его задача. Я про эту цель, а я про лебеду. Поэтому не надо Китай тут приводить. Как называется? Народный фронт или как? Спасибо. У вас в руках Народный фронт. Вот он, китайский механизм расстрела. Уважаемые коллеги, ну, действительно, вопрос очень важный. Он не до конца у нас раскрыт сегодня. Не до конца, я согласен. Давайте мы вот шаг сделали. Вот с учетом разговора доработает наше решение. Направим его в правительство. И мы с Юрием еще побеседуем. А он с кому? Довести его до нас. Все, я. Начало. Вот для меня начало. Вот для меня начало. Да, пожалуйста. Ну, первое, значит, я думаю, что действительно хочу поддержать коллег, который сегодня, значит, все-таки расширен. И те людей, которые ответы, мы должны приглашать. Юрий Петрович, но, значит, сейчас готовится на федеральном уровне, значит, с, скажем, комитетом, значит, государственного дума и комитетом с Советной Федерацией, с совместным научно-фактическим интересом. Так она будет сейчас, как же, будет рассматриваться. Дело в том, что вообще борьба с опустырением не только Юг России подвержена. Значит, у нас сегодня 27 краев и областей подвержены опустырям. И, в общем-то, вопрос стоит он федерального уровня. Естественно, конечно, на Юге России это самая большая территория. И мы больше с этой, в общем-то, и страдаем. Поэтому я просил бы правительства республики Калмыкия, значит, научное наше сообщество, значит, так, в законодательном порядке, если необходимо нам подключиться. Значит, я готовился это пойти. Но эту проблему необходимо сегодня решать. Мы должны получить субсидии средства не с департамента милиарации, как сегодня, сегодня, с территорией. Нам надо выходить на правительство и просить, как это было раньше, значит, так, как сегодня сказали, значит, генеральная схема по борьбе со пустыней. Это был первый, значит, этот, и он, значит, он догадался отдельным бюджетом. Бюджетия Советского Союза догадалась в отдельное вообще. Было постановление Совета Министров, значит, так и Политбюро, значит, КПСС. Этот вопрос должен уйти на федеральный уровень, потому что это очень серьезный вопрос. Что касается, по второму моему предложению, мне кажется, все-таки необходимо добиваться, чтобы на базе управления, значит, КПСС, значит, и КПСС, значит, существует, сделанный, значит, федеральный научный центр, производственный научный центр. Потому что на сегодняшний день у нас все-таки опыт есть, более 50, значит, предприятий, которые находятся в пяти регионах, значит, они сегодня знают, как идти, производственное, значит, оснащение у них есть на сегодняшний день. Мы должны это дело добиваться. Я думаю, что, наверное, скорее всего, правительство, если я это письмо, и проучат, поучаствую, значит, в рекомендации, значит, вот этого научно-партической конференции, когда начнут рекомендации на правительство, мне кажется, что надо свои предложения сейчас подготовить, и как бы делать, и с участием отраслевых министерств, да, я думаю, что на сегодняшний день будет следить. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, да, пожалуйста. А, ну, уже теперь еще, мы завершаем. Ну, украина коллеги, действительно, я поддерживаю, в том числе, присоединяюсь, что тема сегодня не раскрыта в рамках правительственного часа, да, проблема экологии, это нацпроект экологии, о том, Басан Каркадьевич, наверное, может очень долго говорить, потому что идут очень огромные федеральные средства. Меры борьбы со пустыней, у меня это все-таки проблемы, которые лежат в рамках госпрограммы охраны окружающей среды. Основным разработчиком Юры Борисовича, Басан Каркадьевич, скажет, является Министерство природных ресурсов в республике Калмыкия, да. На сегодняшний день мы с вами рассматривали параметры трехлетнего бюджета. Заявка министерства была на 551 миллион рублей, наполняемость этой программы охраны окружающей среды 226. Вот, наверное, один из ответов на ту ситуацию в республике и отсутствие должных мер борьбы со пустыней. Межведомственная разобщенность, о чем коллеги прямо или косвенно указывали, она налицо. Поэтому, с учетом обсуждения сегодняшнего, все-таки есть предложение. Анатолий Васильевич, несмотря на то, что мы вначале голосуем за повестку в целом, и докладчиком у нас был определен министр природных ресурсов, Джамбинов Ачир Владимирович, да, к сожалению, мы его сегодня не увидели, увидели двух замов и так далее. Это говорит о недостаточном внимании той проблеме с опустынью, которая есть в республике. Поэтому я тоже поддерживаю своих коллег. Необходимо рассматривать этот вопрос отдельно по опустыниванию, проблему опустынивания в республике. Спасибо. Я думаю, форматно отговорим, придумаем, и для того, чтобы польза была. Уважаемые коллеги, ну давайте мы все-таки решение примем, чтобы было от чего отталкиваться. И потом решим, как быть с перерывом. Кто за то, чтобы то решение, которое мы имеем принять за основу, и дальше с ним еще поработаем, и отправить правительство для координации работы. Кто за? Кто против? Я думаю, давайте уточнимся. Мы все-таки принимаем это сегодня, рекомендацию для правительства, с учетом того, что мы, например, сказали. С учетом пожеланий. Нет, нет, ну как пожеланий? Не пожеланий, нам необходимо что-то сделать, и выйти, подготовить правительство, и потом выйти, значит, и уже в расширенном опыте. А, да, расширенном опыте. А так мы опять же делаем, и все, у нас так не нравится. Давайте в решении написано, что необходимо, значит, совещание расширено, заседание провести с выработкой проекта постановления на уровне федерального уровня. Хотя там один из пунктов есть, если вы читаете. Не, ну я согласен. Там есть. А мы инициативу есть. Инициатива. А мы нажали инициативой. Какой? Значит, мы проголосовали 23 за. Кто против? Наш Альфин, да. Ну, с учетом пожеланий Николая Евгеньевича, я за. Значит, голосуем еще раз. Еще раз. Кто за? За 4. Евгения Владимировна. Спасибо. Спасибо вам. Мы еще на эту тему встретимся поговорим. Спасибо большое. Спасибо за участие в той части, которую вы смогли. Острогаем мы с помощью. Вы не возражаете меня? Нет. Вы рассмотрели. Нет противоречия? Нет. Если нет противоречий, тогда решение комитета прошло. По вопросу много времени. Но, прежде чем решение комитета, я просто все вспомнил, шел к предыдущему вопросу реплику. Пол минуты. Несколько лет назад, когда здесь были китайцы, на этой встрече были мы трое. Я, Олег Басанкович Абляев, и Нанцел Викторович. Нанцел Викторович, наверное, помнит. На другой день я их двоих взял, поехал в Сарпул. А их было трое, у нас трое. Китаец, но со спецслужбы остался. А эти двое поехали в Сарпул. И там, после встречи, они попросили меня свозить на Волгу. Я повез их через Волгу. Ехал назад уже с Волги, и в районе Евсты один из них говорит. Все преобразится. На русском языке это означает, что они говорят, вы подайте их с Волги сюда воду и запустите нас. Все изменится. Вот то, что сейчас Нанцел Викторович говорил, Батар Сергеевич, чем черт не шутит. Да, они даже денег не просят. Запустите, мы все это сделаем. С предыдущим вопросом. Он извинился, а он сказал, что шел по коридору. Ну, что он человек? Нет, связано с предыдущим вопросом. Да, да, да. Они не дают нам себе чай пили и просим. Я с единороссами чай не пью. Ну, зря ты. Ты зря. Зря. Я извиняюсь. Решение комедии. Нести рекомендовать народному праву в республике Калмыкия принять закон на республике Калмыкия о внесении изменения в закон на республике Калмыкия о контрольно-счетной палате. Все заключения были положительные, а Мельюсовские были учтены. Спасибо. Уважаемые коллеги, возникли вопросы после оглашения решения комитета? Если не возникли, пришел подготовиться к голосованию Калмыкия. Кто за? За все. Пожелание можно? Можно, пожалуйста. Уважаемый Катер Валентинович, я хочу сказать, что депутаты предварительно по проекту закона работали. Все понимают, что это связано не только с проведением федерального законодательства, но и с уточнением. некоторых норм республиканского законодательства. Есть общее пожелание, в том числе от меня, как от депутата народного права, Петр Валентинович, осуществляйте, как вы осуществляете независимый финансовый контроль республиканского бюджета. Это дает возможность все-таки смотреть реально на происходящее в республике и оценивать объективно ту ситуацию, которая проходит финансовая. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Вопрос номер 4. Я тоже присоединяюсь. Вопрос номер 4. Сосматривается проект закона республики о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики Калмыкия. Михаил Николаевич, комитет обносится на акцию по законодательству. Михаил Николаевич, по проекту, по проекту. Если нет возражений и все-все понятно, прошу огласить решение комитета. Но он связан с предыдущим законом, поэтому решение комитета внести, рекомендовать народному праву республики Калмыкия принять проект закона республики Калмыкия о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики Калмыкия. Спасибо. Решение комитета озвучено, уважаемые коллеги. Если не возникло противоречий, прошу голосовать карточками за. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы движемся дальше. У нас 15 вопросов, а был определенный вопрос. Это наши обращения в проект постановления Народного пола соответствующей федеральной структуры, с которыми мы ездили или готовили на ЮПА. Значит, они от нами готовились, отрабатывались здесь, в ЮПА отрабатывались. Ну, уважаемые коллеги, я все-таки их, наверное, засчитывать буду. Какое есть предложение? Будем обсуждать? Коллеги, давайте без соблюдения. Дело в том, что эти все обращения не обработаны, во-первых. Во-первых, обработаны не только у нас, значит, на уровне ЮПА будут работать. Я думаю, что необходимо их по проекту. Не возражаете? Нет. Тогда, значит, идем в вопрос 15. Рассматривается проект поставления обращения на Розу Урала к председателю правительства Российской Федерации, Мишустина, по вопросу внесения изменений в правилах пользования газом, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутри домового и внутриквартирного газового оборудования, при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. То есть, мы просим там внести изменения постановления правительства, это реально наши практики пришли к этому. Значит, все соизмерено, с правом, с инициативой, все как положено. Валерий Астальевич, пожалуйста. Ну, решили внести на рассмотрение на Народный Мурал, пока мы присутствуем в данном проекте постановлении. Уважаемые коллеги, голосуем. Нет других предложений? Не возникли противоречия? Нет. Голосуем. Кто? За. Вопрос 15. Про их постановление. 23. 23. Спасибо, вопрос. Там все вышло у нас. Рассматривается вопрос номер 16. Об обращении Народного Хурала парламента Республики к министру строительства и лично коммунального хозяйства Российской Федерации по Айзулину по вопросу внесения изменений в методику определения норматива стоимости одного квадратного метра в общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в общей площади жилого помещения по субъекту Федерации с учетом рыночной стоимости жилья в зависимости от муниципального образования субъекта Российской Федерации. Тоже там несправедливость существует Подмосковье и Целинный район Ильярск, и разные вещи то есть вносится соответствующее отработанное предложение. Валерий Асадьевич, пожалуйста Ну, комитет рассматривает вопросы и решил нести на рассмотрение народного права по плану данный проект и постановление, и рекомендации его принять Не возит его противоречия? Кто за? 23 Спасибо. Решение принято. Идем дальше Вопрос 17 Об обращении народного курала к представлению Государственной Думы Володи и представлению Пресс-Амешуссну по вопросу совершенства системы электронного взаимодействия в Российской Федерации Вносится нашим комитетом Валерий Асадьевич, пожалуйста решение комитета Комитет решил перейдевать народного курала народного курала в парламенте Республики принять данное постановление Не возникло противоречий? Если нет, кто за? 23 Решение принято Вопрос номер 18 Об обращении народного курала парламента Республики министр труда и социальной защиты хотя по вопросу предоставления землечной вывода осуществляющие уход за ребенком инвалидов Вносится нашим комитетом очень хорошо было поддержано на ЕУПА Война, Катерин, пожалуйста Уважаемые коллеги комитет решил не сильно осуществить народного курала парламента данное постановление и Уважаемые коллеги если не возникло противоречий после огорчения решения кто за? 24 Спасибо Следующий вопрос об обращении народного курала парламента Республики представитель правительства российского Мишульсина по вопросу закрепления в федеральном законодательстве методики расчета среднего уровня катастрофы стоимости землиных участков по муниципальному району муниципальному образованию в составе города федерального значения вносился комитетом поддержан Валерий Николаевич пожалуйста Уважаемые коллеги если не возникло противоречий прошу голосовать Кто за? За 4 Спасибо Движемся дальше Вопрос номер 20 Об обращении народного курала парламента председателю правительства Российской Федерации в суде по вопросу внесения изменений правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетов субъектов федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотражям сельневодства и животноводства поддержано с удовольствием в пользу наших аграрий те кто имеют форму АО Они не имеют поддержки но так вот сложилось когда то в свое время прочитали если оно с долей государственной собственности то поддержку ему давать не надо значит субсидирована эта поддержка поэтому мы вместе с предложением нас удовольствием поддержали пожалуйста Уважаемые коллеги решение комитета озвучено кто за прошу Спасибо Рассматривается вопрос номер 21 О прекращении полномочия члена общественной палаты республики от нас он был Гулиева Сабира Шаванда Да мы в насилие он от нас потом утверждался значит соответственно мы должны прекратить чтобы объявить дальше процедуру соответственно Михаил согласился Уважаемые коллеги проект posположением народного Агар reserv мы о прекращении полномочий член общественной палаты республики от Avake Гулиева Сабира Шаванда соответствую статьей запчría законы республики от nossos на п inclined полномочий облакан полномочий член общественной палаты Гулиева Сабира Шаванда прекращается состояние со смертью 17 августа 21 года. Прошу рассмотреть данный законопроект и принять его. Законопроект на руках уже. Мы должны просто проголосовать. Кто за? Спасибо, уважаемые коллеги. И дальше 22 вопрос. Проект постановления Народного Матурала об отзывах на проекты федерального закона мой сопредседателям Суфини, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, представляю вашему вниманию проект постановления Народного Матурала в парламенте Республики Калмыкия об отзывах на проекты федеральных законов. С учетом решений профильных комитетов Народного Матурала предлагается рассмотреть 55 проектов федеральных законов, из них поддержают 49 и 6 не поддерживают. Уважаемый депутат, прошу вас рассмотреть данный проект постановления и утвердить отзыв. Так, пожалуйста. Севаныч, а, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги, я не знаю, почему депутат Суфини вчера в Граждану Мувелир положил должную роль о том, что по 9-му отдельно, по 9-му закону, это вы знаете, законы уличной власти, который внесли, значит, пишут их. Я предлагаю, значит, по нему принять отдельное постановление. За другие, значит, мы готовы поддержать. Хорошо. У Николая Евгеньевича есть предложение по закону об общих принципах организации публичности власти субъекта федерации проголосовать отдельно. То есть, одно предложение комитетом есть поддержать, другое Николая Евгеньевич вносит не поддержать. Поэтому, ну, давайте проголосуем. Демократия самая полная и полное право фракции и других товарищей давайте за то, чтобы поддержать, как он именуется этот закон, в общих принципах организации публичности публичной власти в субъектах. А потом, ну, кто вернется к тому голосованию, за который все знают. Кто за то, чтобы поддержать? Кто за? Предложение Николая Евгеньевича? Нет, нет. Нет? А, я против. Да, выбирайте. Кто за? Спасибо. Нет, я карту, что не решу. Значит, 20 за. Кто против? Опять. Верно. 19 за. Вот, Олег Петин, заставляете меня считать. 19 за, 5 против. Как есть. Теперь за то, чтобы выходит 48 и 48 поддерживаем за. Комитеты поддерживают. И 6 мы не поддерживаем. 9 за. А за это сами права голосовали. Вы же за предложение положите. Нет, нет. Нет. Сразу закон проголосовали. Просто я не знаю, почему мы мое предложение отказали. А сразу за прославление начали голосовать. Странно, но... Нет, нет. Надо было проголосовать за мою предложение. Конечно, иначе смысла нет. 49 законов отказать. Сегодня я вношу предложение, чтобы отдельно проголосовали. За мое предложение, а потом уже за закон проголосовали. Ну, в целом, давайте за 40. Может, за ваше предложение проголосовали за? Нет, нет. А даже он правильно говорит, а он за 48 за. Тогда у него не получается. Нет, Антон Владимирович, проект постановления розыгран 49 за. 49 за. 6 против. Мы же голосуем за проект постановления, которые есть в повестке сети. Понятно. Ну, давайте. 49 за. 5 против. За проект постановления. Проект постановления. Ну, все, все. За проект. Вы меня не слышите. Я правильно говорю. Я ввел предложение, чтобы 49 постановления, которые мы сегодня поддерживаем. Вы есть отдельное постановление, потому что повестки уже 49 есть. Поэтому мы сейчас голосуем отдельно за мое предложение, но мое предложение, надо все равно проголосовать, потому что сегодня мы утвердили. Мое предложение надо пригласовать, а потом пригласовать за тот постановление. Мы голосуем за проект постановления, если вы хотите... Мы сразу поставили вопрос на вопрос, сказал нет, давайте отдельно. Отдельные постановления должны выписать, дать что мы clairement проголосовали за мостах. В общем, за его постановление мы проголосовали, остается за у нас только 48. В проекте изменилась ситуация при голосовании. 48 за, 6 против. 48 за, 6 против. 49 выбирайте. Где? Отдельно вывели. Отдельно вывели. А уже вывели? Вывели. Тогда дело дали куста. Я уже не знаю, вы там дочкали на какие-то вопросы. Вот, давали, что Кутинин был по 49. Николай Ирнеевич говорит, что на комитете это было решено. Это почему-то по лицу выкинуло. Вот тогда мы будем. Все, все. Сэр Лангсен, есть логика. Мы просто ему выписку за то поставление, где мы отдельно проголосовали. Ну, выделили этот вопрос, да? При голосовании он ее с такой предложением. Это наше право. Мы за него проголосовали. Ну, надо так. Николай Ирнеевич носит предложение, настаивает. Я говорю, хотите 40 есть, ну, 5 против за 49, значит, так получается. И готово. У меня разницы нет. Я могу, хотите, за 49, за 49. Ну, там должны вы тогда написать. 5 против за все 40. Нет. За все 49. А как вы хотите? Нет, давайте. Нас проголосовали так проголосовали. Это было правильно. Все, ваше ответили. А суд выходит за всем эти... Ну, так при голосовании оказалось. Как при голосовании? У вас при голосовании докладчик Сухиниев 49 проектов поддерживает. Ну, он вносит вопрос. Сухини же, это только докладчик. Ну, тогда рождайте проект постановления отдельный по федеральному закону, облачу принципов организации публичной власти и все. Да, понятно. По нему проводить отдельный... Уважаемые коллеги, добрый день. Данный вопрос, на самом деле, возник у нас на комитете. Вот. И мы как посчитали, что, хоть бы не должно возникнуть противоречий. Если у фракции коммунистов есть задача проголосовать за указанный законопроект против, мы дали возможность высказаться вице-спикеру парламента. Соответственно, они выразили свое отношение к данному законопроекту, который фракция коммунистов не поддерживает. Теперь мы голосуем за проект постановления, потому что предложение Николая Размельниче не проходит, но мы знаем число 19 на 5. Соответственно, мы сейчас голосуем за 49 федеральных законов, в котором будет учитываться, что 5 человек голосовало против об лучших принципах организации публичной власти и субъектов Российской Федерации. За это кто-то поедет? Да. Вы не можете, да, так делать. Мы не сможем сказать, проект, повестки. Олег, может, это вообще в суд. Закончик выступал по проекту постановления. 55 проектов федеральных законов. То есть вы выражаете мнение к этому проекту постановления. Все верно, согласна Александровна. Мы сейчас голосуем за 49 и 6. Будет одно постановление, в котором вы отзывы на все федеральные проекты. Все 49 и 5, ой, 6. А Николай Артевич принес свое предложение и мы выразили свое мнение по этому поводу. И эту выписку мы не по конкретному закону. Нет, это абсолютно разные вещи. Или вы же понимаете, как я ваще, 40 действий, за счет того, что вы не пользуетесь. Правильно, за итоговый вопрос повестки. Хорошо, платите 40, давайте тогда голосуйте. Мы же говорили, что вы отдельно вынесли. Нет, в отдельно вынесли постановления на федеральном. Мы вчера с вами работали по этому вопросу. Вы сказали, что все хорошо. Нет, мы же говорили... Мы не можем выразить отзывы двумя постановлениями делать. Почему не можем? Вы на каждой делаете? Зачем? Нет. Вы же сказали, что вас это устраивает. На каждой в отдельности можно делать. Давайте, уважаемые коллеги. У каждой в отдельности... Значит, давайте так. Принесем 6. Значит, давайте так. Нет, нет, уважаемые коллеги. Голосуем за 49, если вся фракция и все голосуют против 49. Ради Бога. Кто за 49? За. И против 6. Да, и кто бы убрать постановление? Кто за? Не видно. Кто против? 5. Все. Уважаемые коллеги, постановление принято. Ну, движемся дальше. Очень важный вопрос. Нет, в спорах есть, когда рождается один. Это же... Олег, поймите, правильно. В дело в том, что там были за 48, мы должны были голосовать за. Сегодня просто из-за того, что, например, не подготовлено отдельное постановление, значит, так, мы проголосовали за 49 полностью за те законы, которые мы поддерживаем. Ну, вчера же мы говорили, отдельное постановление, подготовьте. Ну, какие проблемы-то, елки-палки. Можно по каждому постановлению, значит, 49 постановлений. Нет, можно все вопросы. Да. Ну, это надо сейчас голосовать, засчитывать их. Но мы договорились, как-то выбрали этот регламент. Ну, проголосовали. Все, уважаемые коллеги. Вопрос прошел. Значит, разное. Хотелось, чтобы мы в разном обсудили то, что нельзя обсудить, может, один на один в каком-то министерстве. Нет понимания, нет поддержки депутатов, куда обращались. Ну, и так далее. В присутствии представителей правительства меня. То есть, какие-то замечания. Давайте мы вот, так сказать, не на персоналиях, а на событиях. Если какие-то действия нужно обсудить, вернее, задать, чтобы мы в предыдущем. Вопросы такой. В разном, да? Да, в разном. В разном. У меня будет один вопрос, значит, я, наверное, обращусь к председателю правительства. И, скорее всего, значит, может быть, даже нашей нужно будет поддержкой. У меня будет просьба, значит, Юрий Иванович. В связи с этим у вас в том, что на сегодняшний день на федеральном уровне дана возможность, значит, получать второе высшее образование, значит, польческое уровень, которое, в общем-то, на сегодняшний день, соответственно, и они легко могут это сделать. То есть, имеется в виду на бюджетном основе. У нас, значит, почему я так вот этот разговор поднял. И, кстати, на комитете просил милиста культуры, чтобы она подготовила более такое расширенное письмо. И я прошу вашей поддержки, значит, если необходимо, давайте им тоже положительно это сделать. И все-таки добавить и расширить перечень тех людей, которые могут получить, значит, дополнительных и средним профессиональным образованием. Почему? Дело в том, что училище, которое будет готовить на преподаватели, там, хореографу, фианистов, баянистов, хореографу, и хоровое копение, но держать им возможность, потому что человек, который приезжает, у него есть возможность, значит, так заниматься, то есть и двумя специальностями. У нас человек один приезжает, и не хватает людей для того, чтобы, например, обеспечивать, да, как ты скажешь, в логике культуры возможность заниматься этими вопросами. Насколько я знаю, у нас есть понимание и других сельских, да, будем говорить, территорий о том, чтобы вот этим вот дополнительно добавить расширить федеральную законность за счет возможности получать, просягну набрать на, как бы, на бюджетной основе. Не выгрожаете мне просьбу? Если меня не рассказал, он ее переработает? Да. Да, просьба такая. Давай, еще на протоколе он все пишет. Артур, Артур Васильевич, мне это напрыгнуть. За мной сидит молодой человек, значит, и он вообще откуда? В гостальной администрации. В совместерах. Какой? В ладыск. А он что, записывает здесь что-то? Да, он в ладыск. Ну и что, мы как бы, мы смотрим, а он что, здесь аккредитован или так? Не, не, он. Значит, аккредитуете его? Ну, пусть, а как он? Аккредитуете, пусть тогда, как ты, вместо массовой информации занимаешься. С разрешения депутатов должен присутствовать? Ну, нам сервис тоже записывается. Не, ну, он депутат. Нет, вы все. А это внутренняя программа. Не, не, вы все. Определите меня в штат внутренней политики. Ну, если попробуем. Ладно, конечно, еще давайте. Так, пожалуйста, Чир. А Чир Владимирович, пожалуйста. Водку буду пить. А Чир Владимирович? Минута еще внимания. Вот в августе поступило письмо, и сегодня уже оно зашло на курок. Я вкратце зачитаю, буквально, минуты выжимки. Вот инвестиционная группа сотрудников национального телевидения Калмыкии, филиала ВГТРК, гостелерадиообещательная компания Калмыкии, это филиал РТТЦ, и Совет ветеранов телевидения Республики Калмыкии обращаются с просьбой внести на рассмотрение депутата Народного Хурова предложение обнести изменения в закон Республики Калмыкии о праздничестве и памятнике даты Республики и их учредить республиканский праздник. День телевидения радио Калмыкии. Предлагаю определить дату празднования, 5 ноября, это день первого выхода в эфир телевидения Калмыкии. Радио Калмыкии действует 8,6 лет в 1935-го года, на сегодняшнем, вкратце скажу, на санкт-дерейдинге Калмыкии в 1935-м году. Сейчас объем вещаний достиг 8,736 часов в год, это 2 часа в сутки ежедневно работает на федеральном телеканале. И важно отметить, что в год 185 часов на телеканале «Россия-1» и 394 часа на радио «Россия» составляют передачи на калмыцком языке. И учитывая важнейшее выбор освещения вообще всей деятельности республики Калмыкии, в том числе и главы республики, народного хурала, правительства Калмыкии, можно утверждать, что семьи Калмыкии сформировались как отдельный возраст народного хозяйства и вполне достойны своего профессионального республиканского праздника. А «Российский праздник» у нас есть? Есть, да. Есть, да. Да, ну, как раз ветераны давайте обращаемся к «Россия-1» по работе. Вы смотрите, я обращаюсь ко всем депутатам, поддержать, рассмотреть на комитете. Ну, что, я бы, мне что-то оказалось, что «Российский праздник» нет, есть «Российский праздник», но, Анатолий Алексеевич, я лично хочу сказать, что «Российский праздник» не можно делать, но я хочу одну вещь прощать, что, значит, парламентский «Российский праздник», что, значит, телевидение, местное, ВДКРК и все остальные, значит, не освещают полностью, значит, работу «Российского праздника». Я уже несколько раз говорил. В принципе, мы уже на это плюнули, с которой, что-то с ним будет так. Постоянно, значит, выгрызаются, просто выгрызаются, значит, именно в стрессах у вас информации. Даже профессиональная газета, значит, так, подходят однобока. Только «Единая Россия». Как будто прям свет Божий на «Единую Россию». Почему так? Есть же и федеральный закон, и мысль в таком. Значит, вы должны определять, и каждый. Мы вам говорили, я несколько раз говорю, Анатолий Алексеевич, я разберусь, я разберусь. Для чего там лучше стало? Для чего там лучше стало? Что? Нет, я в газеты читаю. Анатолий Алексеевич, это не шутки. Я еще раз говорю, вы пользуете государственным телевидением, полис республиканского телевидения, полис государственного средства масс-информации пропагандируют в работе «Единая Россия». Больше там никаких фракций, никаких партий нет. Ну, так нельзя делать, в конце концов. Ну, как это? Кейт закон? Ну, почему нельзя? Что у нас, кстати, корреспонденты зарплату получают лично из кармана какого-то человека, что ли? Или что? Мы выделяем туда средства. Я обращаю внимание, и повторяю, я не хотел бы суббично говорить, ну, мы с вами так поговорили. Измените ситуацию, понятно, смотрите, если по телевидению. Там у них сетка четко контролируется российским телевидением, компанией российской. У них по партиям, если о партиях это говорится, сетка четко, нарушения там, их показывают нарушения, это я знаю точно, они по партиям все регулируют. То, что касается газеты, в том числе наша газета, она по-английски весьма называется, но это газета «Оно». Это свободная «Оно» газета, носит такое наименование. Вот «Оно» и поскорее, тогда и самое, как выделяется, и слова «Оно». Они у них с «Хурала» или с «Бюджета». С «Хурала» с «Бюджета» ничего не выделяется. Ну, как это не выделяется? Значит, ну, как это не выделяется? Я сказал «С «Хурала». С «Хурала» я сказал, мне надо сразу шуметь. Его часть финансируется за счет правительства, как и другие средства массовой информации. Только на заработную плату там и так далее. Все остальное газета зарабатывает сама, как автономная некоммерческая организация. Поэтому просто я понимаю, чтобы мы статусность понимали газеты. Николай Ильич, если надо нам с тобой сесть, поработать, мы все равно на зрительном салоне ничего не решим сейчас. Значит, давайте посидим, поработаем, пригласим редактора. Значит, там есть совет. Значит, поработай. Я тебе обещаю, что мы это делаем. Атолий Васильевич, спасибо. Мы уже 7 лет по этому поводу говорили. Как говорится, мне проблем нет. Это же не вы не решите. Ну, чего вы тут говорите? Это не вы решаете. Решают совсем и все другие люди. Я к тому говорю, чтобы все-таки, если вы хотите, чтобы это было нормально и все четко, давайте подходить. Не подходить, и не надо. У нас есть свои, так и средства массовой информации, и дай бог, чтобы и другие имели. Но вопрос же, вопрос есть, закон же. По закону надо поступать. Я предложил. Ну, хорошо. Можно? Да. Ну, по-первых, вы видите экологичные, ну, экологичные. Посидите там. А по-вотому, что их лучше показали последние годы, как показали. Нет, давай предложим. Давай. Кого больше, кого меньше. Коль заговорили, мы видим, я тут прекрасно вспоминаю выборы, все-таки хотелось западить, и тогда этот вопрос была, не знаю, распоряжена какая-то, я понимаю, это, тыковая газета, да? Газеты как раз-таки оскорбели, оскорбели в этой газете, но оно якобы было выпущено там от полиции в России, и оскорбели как раз-таки нескольких членов Депутата Урала, в том числе, соответственно. А тут не гостей, так меня оскорбели. Партии... Не, ну здесь это как раз-таки там уже как... А, конкретно, конкретно, персонализировано, и, соответственно, у меня предложение к вам, как председателю, база, завязывается председателем. Давайте как-то, не знаю, напишем тогда, не знаю, коллективом, то, что это в целом, как-то кидает на поручище, так на правительство, ниже за это статья. Разберемся, потому что я больше, чем уверен, если это было... Ты обращался, если тебя поручили, нет? Вечно. Нет, но я как раз-таки не ждал, мы как раз-таки с вами договорились. Давай, давай так, я хотел, во-первых, должен обратиться, я знаю, давайте мы обратимся к того, кто должен обратиться и отсидать, и говорю, кого, так сказать, оскорбили или не приняли меры, а потом, если нет, я тебе обещаю сверху свое личное. А то уже не нападали на депутата в секунду. Нет, было то, что там, мало что он оскорбляет. Я вам скажу, мы же имеем статус. Депутат, это ко многому обязывает. Хотя бы нам не опускаться до уровня, ну, я, никого не здесь, за этими стенами не знаю, лично не надо друг друга оскорблять. Никогда. Я вообще, мы все разные, допускай, вошли, я, ты, вот каждому можно опускать, но когда опускается до личностных оскорблений, я сторонник, два письма положу сверху, если это личность наскорблений. В смысле, вы письма сверху делите? Я просто думал, ты обратись, ты обратись, посмотрим, что там, какая ситуация, если только реакции нет, я два, три письма подпишу лично. Хорошо. Так, можно? Можно? Да, пожалуйста. Просто я внес, озвучил предложение съемной группы, ее немножко перед другую поскольку, телевидение, радио уже, я же сказал, 86 лет существует, говорить там, что наши государственные работники занимаются чем-то, так, для этого правоохранительного органа. Поэтому пришло вернуться к моему предложению, как есть, будет ли поддержка? я ответил, что принимаем в работу, принимаем в работу, сейчас наши специалисты все правоохранительируют и принимаем в работу. Я ответил. Ты послушал. Изина, я ответил. Пожалуйста. У меня тоже два вопроса. Значит, по прошедшим выборам в Государственную Думу очень много было нарушений, вы знаете, и видели в роликах, в сетях было распространено, то есть вплоть до подреза шин людям. Мы не так богато живем, чтобы там человеку четыре шины порезали, и это оставалось безнаказанным, и виновников нет. Плюс какие-то появлялись типы, которые угрожали наблюдателям, угрожали членам представительных средств массовой информации. Это тоже есть в роликах. Подходили определенные группы людей, вот, здесь городские группировки, с угрозами, поэтому я считаю, что ни глава, ни правоохранительные органы оценку этим событиям не дали, поэтому я считаю нужным нам на парламенте на следующей сессии, вот, мое обращение депутатское, я прошу считать прямым обращением с тем, чтобы на следующей сессии поставить этот вопрос, потому что мы уже скатились до, я не знаю, до примитивных угроз, и как дальше жить в таких условиях, да, как можно проводить выборы, если наблюдателям угрожаем. Происходят вбросы, там, вы видели в дербеках, плюс опять тот злосчастный участок, где опять отменили выборы, поэтому результаты выборов, я считаю, что эти результаты надо рассмотреть, дать соответствующие указания избиркому и всем органам, причастным к этим процессам, чтобы, ну, такое не происходило. Мы можем вветь разные взгляды, но доходить до порчи имущества, угроз жизни человеку и безопасности, такого не должно быть. надо переводить плоскость дискуссий, обсуждений. Против этого, я тебе искать не скажу, я лично нигде не инициировал какие-то нарушения и против тех, кто инициировал, если это так. Это не наша функция парламента, понимаете, ну что мы послушаем, на кого? Мы депутаты, если происходит нарушение прав граждан, мы первые, вернее, первые должны реагировать, но поскольку уже прошло несколько месяцев, там два месяца со дня выборов, и реакции никакой нет, ни в прессе, ни на телевидении, нигде, а в этих случаях никакой оценки нет. Давай запрос, я сделаю избироком, другие органы, какие приняты меры. Ну давайте сделайте, сделайте как председатель, мы вам будем благодарны. Я прошу проинформировать, какие сделаны вы реакции на... Да, потом нам ответы зачитайте, если они нас удовлетворят, мы будем довольны. Я согласен, я согласен, но все равно как бы без реакции остаются эти факты, и надо... Вы предложили хороший вариант, он меня устраивает полностью, я думаю, всех разумных людей устраивает. И второй вопрос, Андрей Васильевич, вас касается, да, телеграм-каналы пишут, что Хасиком требует увольнения вашего, отставки, написать заявление, вы нам скажите, это правда или неправда, мы же вас способны защитить тоже? Нет, я вам скажу, это неправда, а если только читать то, что пишут в телеграм-каналах, то о многих пишут, тут сидящих, и обо мне, по-интересной личности, бьют же по дереву и яблоки висят, зачем бьют по дереву, и нет яблок. Понятно, что бьют по мне, и по многим сидящим заходам, сковород, значит, поэтому это неправда, я если буду принимать какое-то решение, когда, зачем, это мое решение, значит, и не третьих лиц, и не вторых лиц, и не каких лиц, поэтому это фейки, значит, никакое заявление Хасиков не требовало, и мы, у нас с ним обмен мнений происходит в рамках наших полномочий. Хорошо. Поэтому, чтобы вы все понимали, это неправда. Хорошо, вот прозвучало официальное ответ, и все говорят, а так некрасиво депутатам молчать, когда божака бьют. Ну да, молодцы, молодцы, мне приятно. Значит, это неправда. Но если вы, нам все равно чтение вечное, может, и вы будете выдвинуть на какую-то должность обратиться, освободить, может, Казачков будет выдвинуть на какую-то должность, попросить освободить от занимаемой должности. Ну, это всякое будет. Но я вам в первом скажу, соберусь, скажу, дорогие друзья, приятно мне было с вами работать. Значит, если не возражаете, по стограмм конечка. Значит, и так далее. И правильно. Так что, дорогие друзья, а то, что вот как-то пытаются выстроить противостояние с точки зрения, кто сильнее, действия, все что не Нет! Нет! Нет!